Слава Богу. Добрый день. Христос Воскресе. Поистину Воскресе. Инатихич, ты уже сто лет не видал, если я это. Думаю, время надо выбрать обязательно. И сейчас вот в связи с этими событиями, со всеми, знаете, прям ревность такая разыгралась, как будто по собственному жилью, знаете, по православию, по собственной прописке ревность. Вот что делать-то, что происходит вообще? Ну, знаете, я вот хотел вообще спросить, ну, как у Сторожила, да, продиагностировать временные такие отрезки, насколько народ изменился. Помните, как в этом мастере Маргариту Воланду, я, говорит, пришел посмотреть, насколько изменились москвичи. Вот вы, как бы, в лице Воланду могли бы сделать такой анализ. Люди изменились или они остались прежними? Кто? Вот за последние 50 лет люди вообще в православии. О, 50 лет. Ты этот вопрос задай Смирнову, задай там Ткачеву. Они вот сидят только в комнате, он заливается соловьем, а я гляжу, у Ткачева туда-сюда народ ходит, покупает, он никого не видит. А ко мне ты вопрос задал? Я не просто со стороны смотрю, я 45 лет, теперь 46 лет, начальник детского лагеря, единственного в России. Нападки со всех сторон, я вижу их, а кроме того, помогали тут студенты эти годы. У меня просто не выскажи, сколько было мест занятий. Вот коротко сказать, 5 отделов милиции городских районов, краевой отдел милиции и городской. И во всех дел занятий один я, никого не больше не допускали. Летное училище, 5 университетов, 13 школ, сколько техникумов, заводы, фабрики, все охвачены были. И 3 радиопрограммы регулярно вел, одна онлайн была часовая. Вот прикинь, сколько у меня было общения. Поэтому на твой вопрос мне легко ответить. Не за 45 лет, буквально по годам могу показать, когда женщины вдруг переоделись и в брюки. Я месяц мог назвать, даже месяц март. Это как бы второстепенное. И особенно это заметно в детях. У меня, если 45 лет, это явно 2 поколения я провел. Очень и очень сильно. Очень. Даже сравнивать, даже год с годом нельзя сравнивать. Притом, если столько детей, а тогда у меня в среднем было 108 каждый год. Тут как будто кто считал, 108 со взрослыми. И я же вижу и родителей, они же приезжают в лагерь и живут с ними. Лагерь-то комплексный был. Так что ответ один. Очень и очень изменился народ. Даже у меня, насколько продуманный был устав, путевка, что нужно брать там как. И наконец я стал добавлять. Кто играет в компьютерные игры, категорически отказывается брать ребенка. Совершенно невозможно. Он живет в экране, в мониторе. И вот здесь нету. Он ничего не понимает. И с одним били-избили. Он, Руслан, видимо, с кем-то связан был. А теперь покрестили Андрея, где-то его мочили там где-то. И он не понимает, с девочкой играет. Вот Фрося стоит на этом, на столе, там на тарзанке качается. Он, Фрося, мне дай эту палочку. Она между ног кладет поперек, а дальше на веревке-то размах, как тарзан. Вот. Она отпускает, палка летит. А палка чуть ли не в руку толщиной, на которую садится-то. Ну и длиной она, сантиметров 50. И она ему прямо в лоб. Он упал, разбила лоб. Ну такой палкой с разлета-то она летит. Он понять еще не может, как она из монитора вылетела. И он на полном серьезе не понимает. И научился есть. И баба, а ему уже лет где-то 11. Баба, я второй научился есть. И куда этот человек годен будет? Это даже сказать нельзя. Эта трагедия разворачивалась перед моими глазами во всех слоях населения. Так у меня приезжали с Одессы. Люди в это время были из Израиля, с Америки, с других стран. Мало того, детей привозили, как сейчас из Канады. То есть маленько захвачивали другое. И изменения эти и там заметные. Но не в такой степени. А чем это объяснить? Вот этот вопрос. Конечно, предыдущее поколение вышибленное было из понятия жизни. Не просто там сферы влияния кто-то не поделил, там коммунисты с кем-то. Нет. Цели жизни нет. Он родил, как? По несчастью. Уже на раз месячных у нее нету. Зачела. Это паника в семье. Зачела. Что делать? Делать аборт, не делать. Это нежеланные дети в первую очередь. А я им долблю. Вы желанные. Вас ждали. А дети стоят, слушают. Как? Вот смотрите. Дверь на петлях. А вначале-то не было. Шкура завешивала. А теперь она как? Закрывается плотно. Как придумали крышу укрыть. Стекло. Ну, раньше бычий пузырь. Там потрут его маленько, чтобы видно было. А сейчас тебя ждали. Целый мир готовился тебя встретить. Вы посмотрели бы, с каким трепетом дети слушают эти. В каком лагере мы преподают. И мы сразу остановились на молитву. Господи, благодарим тебя, Акафист. Слава Богу за все. За вдохновение художников, за изобретателей, за всех. Я на эту тему потом подойду. И я-то тут к месту сгодился. Если бы у меня была какая-то большая грамота, а у меня ничего не было. Я сын полей. Я вырос на полях с отцом. Он у меня безрукий инвалид войны, пас 40 лет. Я все это впитал. И у меня с детства было избрание. Люди не понимают, обижаются на это слово. Ну, завидуют. Как? Молитва. У нас в семье 10 детей. 5 сыновей, 5 дочерей. И ни у кого этого не было. Я скрывался еще 5 лет. Я уже читал газеты отцу районные. Газеты. Я славянский текст переписывал и читал. У меня такая вера была. Вот я сейчас читаю. И учитель меня не найдет. А почему? Мы картошку копаем. А он поехал искать. Почему? А я в канаву спрятался. Он подошел рядом, меня не увидел. У меня эта вера, знаешь, как укрепляется. Но кому копать-то? Зима. А ему, ну, надо, видимо, показать было, что он властен надо мной. Мне ни одного укола не могли сделать. Я везде убегал. Никак. И вот я подготовлен был к этому действию. А зачем лагерь? В 1972 году. Это почти 20 лет еще советской власти. Как они меня жучили. Что было? И ничего не могли. Уголовные дела только 3 в 1 год заводили. Бог дал близкое и близкое знакомство. Ну, прям по-домашнему. С прокурором края, генерал-лейтенант. И вот какое-то, что-то какое-то готовится. Вдруг у меня появляются люди, знакомые, делаются близкие. Ко мне в дом хожие. А у меня готовится именно по этой степени какое-то искушение. А они, вот они стоят. Кто? Мэр города. Да не просто мэр. А лучший. Ходил десятку лучших мэров России. В это время нападение я с ними. И я вижу, вот, которые в верхах, даже если коммунисты были. Но такие настоящие. Как у нас и говорили, не дерзкие, а дерзкие. Вот они, этот мэр такой был портор крупнейшего завода здесь. И он даже после этого, уж как он стал верующим, не знаю. Он ко мне на дом приезжал, голубятник тоже. И вот эти люди все делали. Там директора завода, чтобы мне помочь. Я видел, которые люди были искренние даже в коммунистах где-то. Мусульмане там были. Они другими не намного стали. Только в лучшую сторону. Эти качества выносят, говорит, и старое, и новое. Когда уверуют во Христа. Я видел это все. И таких помощников Бог давал. И у нас община вся пришла через благовестие, которое я вел в технику, по радио. Вот в то время было. И у нас люди все до одного. Крещеные, в полное погружение, во взрослом состоянии. И крестились, конечно, всей семьей. А вот в детях-то тут наблюдение мое. Я искал в детях одного избрания. Ну, спросите хоть одного, который... Они в детях избрания Божьего хотели найти? Нет. Вот. Я сегодня ни одного священника не вижу. Ну, там, может, Геннадий Пастом, который, ну, знаю, тут пришли здесь все. Они берут, говорится, не с чужого стола. Так вот, я смотрел, какого ребенка тяга к молитве. Тяга не к играм. Они и в играх активны, и везде. Тяга к познанию Слова Божия. Когда я начинаю говорить, он рот разинет. Слушает где-то. И скажу, что с каждым годом все меньше и меньше таких. Вот. Ваш ответ по назначению в нужное место попал. И так широко, полно ответить. Сегодня я даже никого не знаю, почему. Они видят только, вот, батюшка, хорошо, храмов 200 надо построить, надо семинарии, академии, монастыри открывать. А я говорю, не это главное. Это надо. Но это далеко не на первом месте. Первое место. Это молитва, пост, любовь к Слову Божию. Вот у нас приезжали дети, а у меня были там и сектанты, и пятидесятники, и баптисты. Мы ни одного не принуждали молиться по-нашему. Но все до одного выезжали, молились по-нашему. Тем более я старался утвердить его. Тебя родители научили молиться, так руки складывать. Ты так и молись. Но в храм будешь ходить. И в храме так молись. У меня были там и иудеи, и казахи, и цыгане. Уезжают все как одинаковые. Приезжают, увидел, когда плюс схватил, ребенок, 10 лет, трет, задыхается. Уезжают, родители узнать не могут его. Его, уходя на работу, они достали где-то эти наручники и приковывали к батарее. Он из дома все вынес. Вот сестренку задал, блядь. А когда приезжает, месяц неполный прошел, он родители обнимает. Да что это такое? Даже эти, я уж не говорю кто-то, профессора-психологи были отовсюду, профессора. В Англии там узнала Ксения Дэннон, как называют, директор Кэстонского института. Как это так? За один месяц и совсем не берет. Нет, я с ними держу связь с родителями. У нас очень большое изменение по причине поповской игры. Я нашел объяснение. Игр много. Я сделал не одно такое ролик, беседовали в деревне, показывал игры полезные, игры такие, почему какие святые дети не играли. Это подчеркивается в житиях святых. А вот самая опасная игра, она совершается в церкви, в алтаре. Самая большая, ну не хочу просто язык поганить. Какая у меня... Вот я причастия не допущу. Да кто же тебе позволил это делать? Первое, что ты над причастием не властен. Ты властен над поступками человека, предохранить от этого и показать. А не то, что ты меня не будешь слушать, я тебя не причащу. Ты сдохнешь здесь. Он не говорит эти слова. А я тебя не допущу, и ты в рай не попадешь. И откуда-то пришло такое, если перед смертью человек не причастится, он будет иметь другую участь плохую. Это прямо у православных в корне. Вот священник в жизни ни одной проповеди не сказал, из него никто не взыщет. Но вот его позвали к умирающим, а он не успел, что-то занят был другим, его могут сам снять. Это не евангельское учение. Евангельское учение, судимы будут люди по делам, соответственно, жизни своей. Как об этом говорится 2 Коринфянам 5-10. Поэтому главная вина, что народ такой, я подчеркнул на занятиях в университете. Я говорю, если случится суд за распад нации, за уничтожение государства, на первой скамье подсудимой, как в Нюрбинском процессе, будут сидеть священники-учителя, которые имели доступ к душам людей, и они не занимались этим. Так меня упрекали, кто ходит, а на занятия у меня ходили в университет, и там сотрудники КГБ, краевой администрации, и говорили, мы ходим, и на каждом занятии вы только против нас говорите, КГБ, вы нас только главных виновников видите, а которые администраторы, вы только против нас, а учителям, вы все время только учителей поносите, учитель-сеченник пришел, а у вас кроме как нас никого нету виновных, все время мы виновны. То есть, такое всеохватное было дано, виновны они. Вот ответ. Путь не направлен к небу, молитвы нет, дома она 3 поклона положит, а ребенок спит, она не поднимет, а у меня в лагере в 5 часов подъем. Если у меня дети дома, холодно, в 4.40, как мы, на молитве, если не сейчас, златоуст говорит, и ночью поднимем на молитву, то когда? А у них было этого? Не было. Вот ребенок подходит, даже в деревню у нас, она разбудила его там в 7, коров выгонять. Ну ты иди в другую комнату, помолись. Ребенок один, помолись. У него нет избрания, вот о чем я говорю. Он зашел в другую комнату, что-то сидит, смотрит, телевизора не включать, компьютеров не было, он не знает. Ты можешь везде экономить время, но ни на молитве, ни на чтении Слова Божьего. Везде торопиться. Не торопись только на молитве, на чтении Слова Божьего. А ребенок один, а ты заложи в него этот фундамент. У меня племянники жили. Как они, сестра верующая, зять верующий. Но, видимо, что-то не хватало времени. Уезжая от нас, они были другими дети. Иногда доходило до того, что думаешь, маленький фарисей растет. Вот он стоял в храме, вышел, а я запретил бабкам что-то подавать. А он стоит, а сегодня ничего не подали. Он уже, я говорю, тогда через сумку на плечо повешай, как эти нищие-то ходили-то. Ему показываю. Не подали. И люди в храм не ходят. А я привык, стою. Я привык, стою. Обличительное слово. Пришел мне печь помогать, племянник. Ну, ему лет, наверное, шесть было. Ну, и мы торопимся, скорее, кажется, в храм. И обед я отказал, среди мои. А он постоял, а ему не предложили. А я могу и два дня не есть. Два дня, может, не есть. Вот так. Если вы с детьми занимались, изменения были бы в лучшую сторону, что требует великого труда, притом ежедневного, ежеминутного, мы в лагере, у меня утром, в обед, вечером, минимум, три раза, полный разбор поведения всех. Просить прощения, там, один приехал, хам такой, на мать, там, такие слова сказал, я сразу за лагерь его, и больше в лагерь на геонг не ступишь. Наказать я его не могу. Почему? Он приговорен к смерти. Мать в панику. Как? Ну, написано, злословище отца и мать смерти умрешь. Это я его не могу наказать. Я не хочу быть прокладкой. Удар Божий может по мне прийтися. И все-таки мать им говорила, его довела, он встал на колени и перед всеми просил прощения у нее. Его нельзя было ничем сломить. Затверделает хам, а ему лет только, может быть, 10-11 было. Да кто будет заниматься? Меня все время спрашивали, а как вы могли, вот, к детям это так вот, где вы учились этому? У Христа. Я с Мореек, где Марфа была, просидел, тогда я говорил, 20-30 лет, сегодня 55 лет. Что доброе, в Японии там знал, исследовал, там в Новой Зеландии, отдельно у шведов где-то, брал самое ценное и вмонтировал в лагерь. Приехал этот ягумен, отец Кирилл Сахаров, он это все записал, у себя выступил. Вот ответ. Хуже, и хуже стремительно, и при том, виноваты только родители. Вот представь себе, у меня большая башня в лагере стоит. Ее мы сделали, потому что пасли коров некому, а весной их пустят, они куда-то зайдут, в лог их не видать, где искать, а лага-то идут лучевым образом. Я сделал высоко. Первый этаж, это на земле, второй этаж, половина башни, и третий по лестнице, высокой лезешь, а там можно было даже на крышу залезти. Сколько, я не знаю, но метров 7, с половиной 8, наверное, есть. А тут деревья насадили, маленько стали прикрывать, надо деревья убрать. И вот я говорю про это, как надо наблюдать. На второй можно по разрешению старшего залезти. Ребенок это знает, можно. Держать все легко, я их не под стукном держал, а на третью, только по моему разрешению. И один мальчик попросился, он с бабой приехал, любознательный, а ему не разрешили, меня нету. Ну и поведение вот такое было вольное. Вот простой пример рассказываю. Я пришел, а он жалуется, и у меня там бум сделан ходить, 75 метров с переходами, разъезд называется, на высоте, например, груди, из бревен, там, из досок, и туда нет. Я говорю, Паша, а почему тебя нет? Баба не разрешила. Я пошел с бабой поговорил, да, он тут баловался, и во время молитвы там кого-то толкнул. Так, Паша, пойдем. Я все дела отставил, Паша залез, я ему подал длинные ходули, он из него не держится, я стал водить. Он, отличный парень, захватывается, пошел. Я про одного ребенка рассказать, что требуется. Вот туда-сюда. Так, ты у бабы просил прощения за то, чтобы туда залезли? Она и не сказала. Ну, ты же огорчил ее. Подошел, попросил, а теперь дети просто залазили, а я тебе бинокль дам, Паша. Он улыбается. Я с ним полез на вышку туда, оттуда он все осмотрел. Баба! Я и ходить научился. Я говорю, баба, почему же мы не могли-то? И вы, воспитатели-то. Ты смотри, ребенок в течение одного часа с ним побыл, как он изменился. А вот вы, это благодать Божия и любовь к своему делу. Вы один вопрос задали, а на него смотри сколько. Я должен смотреть, когда идут ко сну, чтобы ни одного слова шепотом не было. Приехал начальник слетного училища, полковник Сергей Живанширович Копян. И он говорит, у меня у военных нет такой дисциплины. У нас ни одна ложка никуда не пропала. Залежи чашкой, покажи дежурному, опрокинь. Не говоря там про хлеб. Ложиться спать, ни слова. А здесь разговаривались, дети. А воспитатели ходят, слушают, это Сергей Радонежский так делал. Он тогда бил рукой в дверь, монахи замолкали. Так, вы знали, что наказан будет? Да. Сколько вас? Семь. Кто это разговаривал? Молчок. Это тоже обговоренно. Вы виноваты все. Выходите. Оденьтесь хорошо. Комаров много. По разным местам расставил их, и они стоят с палочками охранники, друг друга не видеть. Остальные молкли. Я тогда выхожу, потихоньку их ману. Теперь я с ними иду по степи, увожу их на озеро и все рассказываю о звездах, как кричат, тут перепелки кричат. Они, дети, это все видят. Я знаю, завтра они скажут другим. Они умышленно будут нарушать, чтобы только его вызвали. Два часа наказания. Это много. По полчаса четыре раза. Но это неуклонно я выполню. Четыре дня вечера они будут ложиться на полчаса позже. Ну, кто будет заниматься этим? В каком лагере? Ко мне приезжают начальники разных лагерей. Так если я буду так? Я говорю, я наказываю. Это обговоренном уставе. Да меня посадят за это. А вот тут перешагни это. И не посадят. И родители заранее расписались. И это не носит никакого мучительства. Иногда я по голенищу только хлопну, и все. Он матерится. А что я тут должен снять? Крапива. Я положил ее на как там назову их палате на таком уровне. Проведи губами. Не может. Не можешь, плащешь. Плащет, не может. Ну, тогда смотри. Я вывожу перед строем, а крапива жгущая такая, это не двудомная. Я ее беру в рот у меня губу волдырями, зубами рвусь, всех охочет. Он и я не боюсь. Он возвращается. И теперь начинает губами водить по крапиве, показать, что он мужественный. Ребенок исправляется. Но нигде никто не будет заниматься. За 55 лет я ни одному воспитателю не позволил ребенка дернуть или наказать, кроме как питание лишить за стол, там, первого или второго. Никто не будет этим заниматься. Вот это все в твоем вопросе. Почему именно такие дети? Ко мне приезжает иногда даже ну, ребенок. Но бывает совершенно никакой. Нам идти смотреть, а фильмы смотрели тогда, видео были у батюшки. А у батюшки идти это метров 300-50. Я не могу идти. Ну, ничего, смотреть-то надо. Я не могу. Палатка 2 на 2 метра военная. Ложись. Валера лег, за концы взяли и понесли. Метра 100 пронесли. Он у меня ничего не болит, я сам пойду. то есть, я должен адекватно к этому сказать. На одну девочку сказали, а действительно она приехала, мать пьяница, она с бабушкой живет. Корову сама подоет, а девочке лет 9. Из банка и молока выходят на трассу Барнаул-Новосибирск шоферам продать. Она как рисковала-то, чтобы хлеба купить. И учитель, который был, учитель из нашей общины, и он ее привел. А у нее вши первым делом работали, но кто-то увидал. И на завтра ее мальчик один обозвал вшивая. Она плачет. Ира, а что? Да меня вот Ваня обозвал вшивая. А уже мы ее все вывели, нету. В колокол ударили. Колокол, это тревога. 5 ударов. Это ЧП. Так, кто Иру обзывал? Говорит или не говорит? Ну, он вышел, я... Ищи у нее вши. Ищить нету. Так, я тебе наказываю. С сегодняшнего дня ты все время будешь заботиться об Ире, все время помогать ей и играете, чтобы ее никто пальцем не тронул, худого слова не сказал. Наказание какое? И теперь между ними отношения другие. То есть на каждый случай свой подход. А люди, которые нападают Дудину, да он в глаза этого не видал, но своему ребенку то ума не дастся. Человек, говорит, больной не на голову, он душой больной. Какой-то дулевич, там что, он о нашем спасении заботится. Да нет! Это самое злобное, самое коварное, которое подальше в миссионерский отдел или священники. Ему любыми путями надо уничтожить, чтобы на высоте город не был виден. Я их отлично понимаю. И поэтому на ваш вопрос ни один не ответит. То есть вы считаете, ну может не считаете, видите, так что в любом состоянии человека, ребенка, точнее, можно исправить, да? Было бы только усердие и желание вот сегодняшнего ребенка взять вот из мира, вырвать и можно его изменить, да? Ну вот я рассказываю, что это не поддельно, это у нас сегодня, ну любой, воспитатели еще живые, слово любой я никогда не говорил. Вот я добавлю, вы же опять же предлагаете к своему там допустим объявлению о наборе детей в лагере, вы предлагаете, что детей с компьютерными играми и прочие состояния такие духовные вы не принимаете. То есть вы видите это в детях уже неисправимо. То есть такие дети уже не готовы, не годны к исправлению, правильно? Вот только одно ввел про то, когда я рассказывал про детей, компьютерных игр не было. Вот простой пример, у меня опыт, я уже говорил об этом. У нас храм деревенский, окна открытые, двери открытые, такая погода, такие перестые облака, но ни жары нету, ничего. Утреннее богослужение пришли, только батюшка начал произносить слова божественные, бац, парень лежит, а она не опрокинулся. Это когда, и в каком году ты был? Ну, это уже было, ну, сейчас мне трудно сказать, но примерно уже в 80, 90, скажем, 90 где-то уже, может, 90. Вы тогда еще не играли в 90-е годы. В 95-м примерно, вот так думаю. Тогда не играли. Ну, значит, попозже было, в 98-м на меня нападки были, поэтому я кручусь вокруг этой цифры, 98. Там было у нас 15 комиссий тогда, но уже, уже что-то было. Вот этот мальчик Андрей, который, я говорю, ну, не больше 10 лет назад. А? Я с 2007-го года здесь. Да. Именно это премьер происходил. Ага. Ну, вот видишь, я не точной даты сказал. Мне казалось, там, да бы да. Потому что уголовные дела возбуждали против меня. Ну, вот это похоже уже, да. Да. И вот он, мы за... упал, вынесли его, положили на скамейку. Только зашли в храм, сапфира упала. Сапфиры выносят. Заходим. Еще один лежит. И этого выносим. Хоть, говорит, святых выноси. Это выносим. А те уже двое сидят, улыбаются. Я скажу, может, придуряется ребенок, но он сделал так, как ваше одеяло белый. Он не может себе кровь угнать от лица. Белый, как полотно. Когда вернулись, я стал расспрашивать. И оказалось, все они знатоки компьютерных игр. Теперь я стал внимательно наблюдать за теми. Приезжает в лагерь, я как бы отдельно с ними занимаюсь. Абсолютно не подаются исправлению. То есть, не по моим силам. Ну, компьютерные игры я ни одной секунды не играл. Я сразу понял, бесовщина. Это не просто так. Он именно участвует, как здесь, убить ему не жалко. После этого он может и ножом порануть прям тут же своего собеседника. тот любой. Я не могу сказать, не говорил, но по процентному отношению где-то 95% за детей, которых можно уже сказать, что попробую. сегодня уже не то, что дети, народ весь буквально сидит в этих гаджетах, телефонах и прочих. Показывают же в интернете можно посмотреть, съемка публичной улицы, допустим, метро, показывают. И народ же весь сидит в этих телефонах, и дети, и взрослые. И это во всем мире происходит такое. Значит, где-то недалеко. Развязка где-то недалеко. Ну вот, знаете, у меня еще есть такой вопрос. Я не знаю, он может быть пространный такой. Люди уходят из православия, причем люди лучшие, да? И вот такой вопрос. Чего они не смогли приобрести в православии? Чем они не наполнились? Почему их ну, я вот не знаю для себя. Я вижу все это, всю вот эту мерзость, всю вот грязь, которая сегодня льется, да, на православие. Я не могу оставить, это мой дом родной, это сердце мое. То есть, это все равно, что вырвать из меня сердце, эту веру всю православную. Я до конца буду. А почему люди не находят и уходят? Понимаете? Да, я понял. Я отвечаю. Куда уходят? Если бы они шли в одно место, можно было думать. Но они идут только до дверей. У нас такие же были, до порога, дальше в разные стороны. Вот Вячеслав Полосин, священник, сатом Глебом, официально Государственной Думой имеют направление, дали допуск с документом КГБ, кто сотрудничал. Это он разоблачил всех священников, попов-то, всех, которые сотрудничали-то, выдавали друг друга и прочее. Что его не удовлетворяло? Я это не знаю, но совокупности уже видно. Ушел куда? Богослов мусульман, принял мусульманство, видимо, обрезание, все как надо, щетинка торчит, вот такой вот разъелся, как говорят, шайба такая. Так, ну ладно. Ну, рядом с ним был отец Глеб Якунин. Семь лет в якутских лагерей. Что он не перенес только? Двадцать лет только с метлой ходил, с Шашлеманом и Николаем, когда они первые сказали, что всю власть отдали старостам. Вот они, вопреки закону, священник вообще никто, его нанимали как наемно, в любой день бабка староста могла его убрать, а староста стояла от КГБ. И он все выдержал. Но когда здесь на него пристукнули, он не выдержал. Почему? Он говорит, я жалею, что стал священником. Я думал, что если приму сан, а там какой-то зверопушнину он кончил, техникум когда-то, вот, то у меня будет больше доступ к людей-то. А у меня никогда этой мысли не было. Я понял, одной рясой я уже отдален от народа. Меня бы уже сколько там священников эти рукоположили за рубежом и здесь, на дом епископы приезжали, чтобы я должен поехать священником. Я как огня боялся этого. Он к этому стремился. И что получилось? Ушел к Филарету. Потому что когда-то в думе сидели вместе пяти Рим, то есть там они сидели все. И вдруг они переменили тактику и сказали, больше туда мы не пойдем. Ну не ходите, новый-то закон не издавайте. Они издали, никому больше не будет там. А его народ уже избрал депутатом. И он все думает, как политик, я там помогу. он мне говорил, главное, Руслана Хазбулатова этого, повалить нам бы. А там всего и крест будут снимать. И его запретили, он не послушался, а напиуми предали. То есть с ума сошли совершенно. За что? Ну вы же вчера сидели на этих скамейках. И он не выдержал. Беру двоих, два священника, неплохие. Пошли в разные стороны. Но это не все. Дальше, которые уходят. Уходят в разные секты. Идут старобрядцы. Притом старостильные греки. Тут еще священство сохранено-то. Вот прохановцы. немного их осталось. Иван Степанович проханова где-то. Они не с баптистами. В баптисты. Это у нас только которые люди ушли. Почему? Все в разные стороны. Отсюда явно. Сатана дотащил до этого об стенку стукну, только брызги пошли. А теперь я не знаю сколько, но говорят, что 21 тысяча разных ересей, которые под именем динаминации конфессии. А дальше. А сейчас а я никому не принадлежу. Я христианин. И скоро разговаривают с Сашей Дмухой, который потеряю и был-то. Ну маленько, то можно почувствовать какой запах-то. Тем более, я уже сказал. Человек абсолютно непокоривый. Развратитель. Принял правильное крещение. У него дар слова был. Мы ему платили зарплату за это. По соседним школам везде ездил где-то. Стал развратителем. Чужие семьи. Развращать женщин. Сколько пришлось претерпеть. Сколько принес зла. Это люди знают и с ним общаются, целуются. И кто это? Андрусенко все с ними. Разве можно? Александр Андрусенко это не такой. Я его видел. А вот для него это все Олег Сват. Они сейчас как Дудин делал и один там с другой стороны с Америки, которые за мной гонялись. Мы внешне как бы примирились. Он правда не вылазит нигде. Ну и еще кто нам знакомый. Допустим, Ксения Юра. Он сразу раз на нее. И теперь всех дедолевичей этих всех там туда скачивает людей-то. А человек да как же так-то? Да ты же ошиблась. Куда ты пошла? Лапкина ты знаешь что-то другое. То есть они Амалик, который добивал слабых, женщины с ребенком отсталым, они никогда в общество Израилев не войдут. Вот этот Олег Сват 150 килограмм весу. Хряк ненасытный. Он безножный. Сидит. И он все время ищет где. Я стал туда под одной бухой фамилии ставить. И на Юлю они навалились. Вот которые отошли это все с ними и они отдельно образовали. По словарю буквы-то ищут. Вот по-славянски так. Это перевод неправильный сделал. То есть пошатать веру Библии на дальний перевод. Этого я уже никогда не позволю. И вот они эти люди показали что все это у них не от того что лучшее хотели найти. Они сразу провалились на дно адова. В буквальном смысле. С церковью только смотреть где какое священие где неправильное а выход один ты должен был бороться за чистоту. Сокровища православия никому не наступны во всем мире. Это все святые отцы. Говорите. Я говорю аминь. Согласен. Вот ответ один только. Причины разные. Но главная причина они не сделали первого шага в христианстве. Это которых я знаю. Полосина я не знаю а остальные знаю. Какая? Отвергнешь себя. Я огромная. Не молись перед ним. Растопчи. Как Захария спрашивает своего наставника что делать? А он так камелавку снял и давай на ней топтаться. Вот так растопчи себя. А потом видишь вон памятник. Говори ему самое хорошее. А там прокурор края. Он его нарасхваливал вернулся что молчит. Теперь говори все что слышал в народе. Ты убийца. Сколько судов возвратил. Сколько людей погибло от тебя. Молчит. Будь таким. Приемли говорит равнодушно не оспаривай глупца как Пушкин говорил и хвалу и похвалу. Вот люди не отверглись себя. Ему одно слово сказали все она с мужем не покоривая. А ты где в божественном что мешает спасению там не принимай. Но остальное это сказал уволься с работы. Ну и уволься. У него хороший заработок. Сиди с ребятишками. Ну и сиди. Как только сорвалась с этого крюка ей уже не остановиться. особенно женщина которая приятная видом такая-то для нее сатана уже приготовил самца среди еретиков. То есть она будет спать на чужой кровати. Она навсегда блудницей войдет на суд Божий. Она этого не понимает еще. Ее уже предупреждали сегодня прямо один за другим говорят. Евгений Тарапко этот он там в Израиле. И он говорит я пять лет по сектантам ходил все покупал все слушал я понял тупик. Как отец Геннадий. Я ну не просто так преподаватель Томского университета физик-математик руководитель молодежи у баптистов Менонитта но я понял когда мы поседовали у сектантов знание от головы а у православных от Духа Святого за нами все с первого века сидят за одним столом у них никого нету и поэтому они вот Андрусенко а мы я никому а уже я смотрю вон там где-то у сваток что-то Катар это самое вот это негоже все собралось там и муха там обязательно это заразная муха Саша он уже там и он как будто не видит у него чувствительность отмерла да он бы отпрыгнул от них да куда я забрел-то а что епископ Деодор там он не знаю может митрополит что-то не так сказал он там им построил здание Андрусенко нельзя с другими сравнивать он благодетель я его не понаслышке знаю и причина одна не покорил себя не похвалили ну как отец Кирилл Сахаров говорит вот весы здесь похвала а здесь скула ну так и есть это у Яна Амасакаменского пишется ну и выравнивается вот у меня напал сейчас вчера новый вышел там священник один там Георгий такой говорит он как-то все не поймешь как будто ворокамеры родился как я называю и ему там скинули дулевище спрашивают про меня и он уже начинает клепать там собирать и при том самую мерзость что он говорит там Дудин враги ему истина не нужна почему нет связи с Богом а он священник и думает на все вопросы отвечать а ничего не знает мямлит мямлит как горячая картошка во рту у него физиономия такая что он не расскажет ничего он не понимает о чем говорит а вот говорят так а почему ты не ответил как бы Максим Каскун его мне спросили он просто ответил помолчал а я ему внучатка люди задумывались как а я говорит обратился через геннадия фаста а геннадий фаст через Игнатия я ему внучатка уж я не говорю что Андрей Кураев сказал спросили Головина Владимира знаешь как он ответил а у него там берет который интервью это женщина а гордость не подходит ко мне а вот сама по сути он начинает вот смотри такой-то священник там Ткачев Алфеев Иларион а еще я скажу есть один горячий такой и он как говорит всегда местописание ну и называет меня по фамилии имени у меня ничего этого нет чем бы я гордился что-то оси спросили этого Олега Стеняева он говорит я знаю Игнатия встречались там это сильный апологет там и другое там миссионер что-то такое но я давно не встречался сказать не могу почему это так-то не мог ответить он он все собрал эту все самые злостные как говорится из параши все выхлебал зачем ему это надо было но я поблагодарил Бога что он вышел и начал говорить это священник почему а тут отзывы пошли ваши отзывы я тут свои вставил я ничего не говорю ему я знаю он сразу кажется зарубит забанит как говорят и люди маленько узнали вот так но это говорит о чем то что они единый организм то есть они находятся в системе и рука руку моет то есть видите такое доверие можно сказать безоглядное то есть ему достаточно того что вот и Ирей Сергеев и Дудин сказал так и все он этому верит это о чем говорит то что они сплочены друг с другом вот и они образуют единый кулак вы видите это целая армия и вокруг них огромное количество людей сегодня собирается вот таких вот псевдо православных вот мы с братом недавно на них с одним говорили вы видите если смотреть духовно да вот идет война на мир восстание царства на царство если смотреть духовно да будет она третья мировая обязательно будет но произойдет нечто иное война между верующими духовными людьми я думаю вот как мы с ним говорили что это произойдет именно в православии столкнуться вот две армии вот эти понимаете вот какие армии именно те православные которые останутся вот с этими священниками и православные которые сегодня борются за чистоту веры православной вот именно их будут гнать и сажать и все такое будет происходить о чем Господь говорил ведь к этому все и идет и ведь закон сегодня закон гировой заточен именно на это вот сейчас начнутся поправки по этому закону вывод ролик выставили на днях да а я сейчас еще расскажу на днях мне звонят матушка заходит говорит из ФСБ звонят вот буквально вам приехали а до вас мне звонили за день вот ну и а я записал звонок может выставили как-нибудь вот и они говорят Сергей Георгиевич я говорю ну да нам нужно приехать паспорт ваш посмотреть я говорю я домой вас не пущу я говорю в скайп выходите вот я вам скайп покажу они говорят на ваше имя где-то там в Самаре оформили куплю КамАЗа вот и нам нужно ваш паспорт проверить а я 10 лет назад ну еще такая ревность была глупая вот я в своем паспорте ну не на самом паспорте на документе а на файле там где написано личный код я написал православный вот и выставил у себя на сайте а они значит видите вот эти вот наши православные можно сказать такие не знаю враги или кто они такие они выискали значит вот этот документ мой и ФСБ заявление о том что я типа наверное порчу документы свои понимаете ищут до малейшей тонкости будут выискивать и вынюхивать и сдавать властям а закон скоро будут за каждое слово за каждое слово ртами раскроете тут надо обратиться к слову Божию говорит не приедет род сей как все себе будет какой род и начинает считать в 70-м году это еще те люди не кончились были и поэтому напал там Веспасиан и закончилось титом вот гибель Иерусалима нет род христианский род христианский говорит блаженный Афилакт он берет от Златоуса а вот эти люди которые ну они ничего не сделают есть прекрасная проповедь у Иоанна Златоуст он говорит человеку никто не повредит если он сам себе не вредит а спотнулся ни я не Бог тебе не поможет а ты себе не поможешь опять же все в тебя упирается все это Иоанн Златоуст говорит и вот так и здесь но они нападают а что они успели за это время ничего мне интересно когда рождественские чтения у них там какие-то мировые всемировые были и там выступил Дудин Сергей там какую-то Анну Владимировну подставили он написал и там выступает Дворкин и они про меня рассказывают так называемый не хочу называть он проповедник это женщина которая она меня не видела не знает но он ей вложил в рот дал и он там же сидит ну знают а я ничего не знаю мне сообщили это уже через дня два записали все я Никиту попросил в ВОР перевести посмотрел они там ну это надо сообщить митрополиту да митрополит за него там вот это нет это надо Роспотребнадзор вот на меня навалились Роспотребнадзор это это они они но вот Александр Леонидович надо они сразу зашумели там может быть спали проснулись там и давайте давайте напишем давайте я знаю откуда идет это что успел Роспотребнадзор ничего почему надо реагировать мгновенно они полиция когда дети бежали у меня было с 17 в ночь и утром рано 18 уже августа я расформировал лагерь это июля 18 июля уже деревня собрали собрание я сказал лагерь полностью расформировывается имущество передается вместе с жилищами собственность деревни я знал что они там посягать будут на та деревня это уже организация и правда никто не полез и они в суд подали чтобы на 90 дней деятельность лагеря прекратить ну какие 90 когда уже сентябрь рядом а 2 августа у нас закрытие официально было суд пошел когда закрыть а он у меня закрыт уже 9 дней лагерь его не то что закрыт а его нету ну и судью бог дал такого мы молились ну и наш адвокат был адвокат член нашей общины вот он с красным дипломом закончил работал в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям то есть очень сильный адвокат ну все это повлияло и роспотребнадзору отказали а когда нарушение у них штрафы полтора миллиона почти везде по полтора миллиона на меня ни одного рубля не было ну я старался узнать кто это судья уже зимой к ней поехал и поблагодарил я говорю взятки не после суда дают а после суда еще говорит когда я уже выиграл процесс-то нет и за взятки не считается только книги а я автор книг этих я даром вам дарю даром она довольная такая я говорю а как вы узнали что это ну даже снимать конечно ролик мы не могли она уже торопилась на это да и не разрешила бы там пропуск такие много стоит охранников военные там эти не военные а эти в форме одеты вот они ничего не могли сделать и теперь я сказал сразу же сейчас же мы ищем деньги закупаем несколько домов которых хозяева выехали с потеряевки и у нас сейчас есть где и вот этот семнадцатый год мы уже провели в домах и бога благодарю у нас там холодильники столько аппаратуры ну то ли глиняная мазанка стоит вот ну 20 сантиметров окошко продольное поперек так идет или тут настоящие большие окна один дом 80 квадратных метров да еще а теперь с родителями и они к нам хотя начальник уголовного розыска три раза приезжал меня искал там побеседовать вроде кого-то привозил познакомить ни один не нашел не зашел на территорию они к лагерю подъехали там все заросло травой все то есть нужно события опережать на несколько шагов не по уголькам ходить то вот так и при том я это открыто заявил ну где тут регистрируют они меня прислали надо лагерь регистрировать я говорю зачем я ваше рабство пойду не надо и вот здесь ко всем слово апостола Павла что если бы слушал что эти говорят люди я бы не был рабом Христовым до ныне и поэтому испытания какие грядут Бог нас подготавливает через это в 98 году на меня было краевых ну и конечно районные вместе они объединялись одновременно 15 комиссий и кончилось ничем ни штрафа ничего не было и мы выстояли и лагерь стал дальше существовать Бог дал близкого знакомого прокурора края очень близкий и он все это погасил мало того дал указание районному прокурору купить там муки и другое он приехал у меня спина болит он приехал с мешками и сам таскал и сваливал у нас где прокурор ну пусть какой-нибудь лагерь похвалится этим а какая похвальба Бог Бог слышит Он знает и Он делает я не могу у меня с поясницы ну три грыжи и поэтому прокурор Цухов его фамилия он с радостью это все делал мы поговорили книг у меня не было а подарить еще не мог и здесь все эти нападки на нашу пользу все желающие жить благочестиво будут гонимы гонение от меня не зависит а быть благочестивым зависит зависит а вот он теперь напал напал ничего не значит Дворкин напал а утром я встал я еще не знал у меня посещаемость ровно в 20 раз увеличилась представьте себе в 20 раз я говорю что с компьютером сделалось и что-то прямо ну ладно я не поверил в это а потом когда дошли и люди дня через два схлынули опять осталось там 350 человек как всегда на форуме на форуме и они ничего не сделали нет вот к нам а что Бог делает вот до этого был Дмитриев епископ Максим я каждый день за него молюсь и мне один говорил священник ни одного не было говорит епархиального собрания чтобы он вами не начал и вами не кончил в отрицательном смысле приехал сейчас митрополит вот этот он тоже епископом того убрали и этот тоже епископ был ему минуя архиепископ а сразу митрополита Иванников Сергей Сергей он у нас два раза в году бывает по обычным сейчас вот на день деревни батюшка опять пригласил и на престольный день деревни там после 14 мая ну а 16 сентября престольный у нас не было ни одной встречи чтобы он сразу не вышел ни обнял ни поцеловал и с тем уезжает вот Бог как делает то есть мы против того епископа не воевали нет и Бог видя наше смирение смирение самое ненавидимое качество сатаною а так а вы где смиряетесь я везде смиряюсь я взвешиваю силы чти его я чту патриарха мы пригласили ответ пришел с патриархией что у него график он не может ну я поверил в это ну значит он мог бы приехать они не сказали такие ли сяки вот главное чего не хватает отвергнуться себя а это можно только со смирением и вот эти попы вот как и сказали они они в куче и думают их много это означает их сразу вытащат вместе с левиафаном на берег вместе с властью гибнет этот строй который поддерживается они ничего не поняли семинарии открывают а сейчас семинарии это пустые никого нету бились бились 5 человек набрали 5 человек Никиту сватывали я говорю Никита вполне подходящий ничего не умеет делать безразличный ко всему готовый поп возьмите его но он уже не хочет идти вот я отмечаю какая причина и кто виновен и как дело в том что я как бы занимаюсь этим вопросом ну и слежу в интернете да за этой текучкой за всей вот их армия она уменьшается понимаете вот этих православных которые вот с попами их все меньше а тех кто сегодня за чистоту православия их все больше я вижу как люди прирастают то есть буквально с каждым днем ну и вот вы можете согласиться что это именно будут две армии противоборствующих таких оно с самого начала такое будете гонимы кем иудеи иудеями и все ходили в одну синагогу и сейчас третья глава деяния говорит апостолы шли в храм но они друг против друга армия не называется но именно так но я отвечаю где больше больше у нас а почему потому что те которые по совести трудились веруя в искупительную жертву иисуса христа в омытии его кровью которая находится в церкви христовой умирая они на небе они живы у бога а которые против они все в аду их нигде нету и поэтому с нами апостолы и святые отцы и соборы вселенских соборов все и тут терапин сидит почему мы труды их признаем а они когда ушли у них ничего нету а священники которые вот против они незаконно рукоположенные до 30 лет это самое первое далее после крещения не сохранили девственности может половина из них берут может быть сейчас это жена была это все канон и канон нарушается если она артистка девственница и то нельзя на ней жениться они не знают вот в эти два пункта у старообрядцев соблюдается по сегодняшний день я говорю тот парень это и поет почему он не сохранил себя вот как слово сохранил себя он погубил себя увлечением какой-то бабенкой нарушил верность Богу а церковь каноны поставила должны быть чистые а не так что это попа это матушка это проститутка я ее знаю она корабельная шлюха а про такую которая девственница никто не скажет вот как и поэтому да так абсолютно правильно сказали но здесь надо трудиться вот я постоянно постоянно значит каждый день я в советах сейчас бывает сегодня я стал 15 минут первого я уже за компьютером и большая почта отвечать надо и в этой почте сколько у меня каждый день приходят люди мы хотели уже уйти из интернета натолкнулись на вас да неужели еще такие люди есть да неужели Россия еще живая мы сейчас каждый день только помолимся и скорее сюда мы все просмотрели я говорю чтобы все посмотреть по одному часу если то вам нужно ровно 13 лет у меня 10500 роликов 550 вы не все посмотрели другие пишут мусульмане пишут они зашли только и мы сейчас не вылазим от вас это вы так верите и вы ну свинину то идите я говорю нет у нас я добился на столе даже не появляется хотя за грех не считается вот а я вроде какого-нибудь и они это понимают ой одеты в хиджаб там ну платки он у них не под булавку а специально заматывает где-то то есть у нас друзей очень много очень много которые именно вот такими словами заходят благодарностью что мы нашли наконец-то мы не знали где и сектанты разные там и то видение вдруг спит и видит меня во сне и давай искать и сразу нашел другому видение было видение дерево там только такое ему сказано кто и он тоже нашел то есть если считать что это от бога я ничего не вижу противоречия они нашли все мы сразу даем им огромный огромный океан открываем перед ними не на щепки плавать это каноны святые отцы а тут вот выходит пархоменко натолкнулся Константин вот я только послушал его ну минут пять я понял это человек или близкий уйти из православия или что-то там и дух и лицо и как говорит и он против канонов прямо ну мало что было сказано открыто прямо говорит он враг православия но он услышит это он именно врагом будет против меня а я вот говорил где-то о Ткачеве ну я считал что он раньше на меня нападет но бог милует еще не напал я сказал что у тебя должна быть связь с богом а не то что а почему Есенин такой он целый час может молотить и дальше о ком-то еще вот все-все знает но нигде за все за целый час он не сошлется ни разу на Библию ни разу а зачем она ему он музыку пишет вот и все вот как раз за ним и идет сегодня эта вся армия он же смотрите какой популярный вот ну и вопрос не в том я вот что хочу спросить вот они выходят да из православия дело в том что ну я вот опять же по тому же Александру Андрусенко я его люблю все равно продолжаю его любить такое его отношение понимаете родственное вот ну и все равно я скажу вот от начала человек ну потому что было тесное общение я вот когда допустим говорил ему о святоотеческом о чем-то да или о житиях у него постоянно возникала вот эта насмешка то есть как бы у него и желания не было понимаете златоуста там он может быть и брался открывал но тут же закрывал потому что он чувствовал что это не его вот как написано что они вышли от нас но не были нашими понимаете вот та же Юлия это дух заведомо он уже не способен был к принятию православия то есть это вот это именно такие люди они не смогли бы стать нами маленький толчок и они вылетели из игры да как он судьба человека снаряд попал прям под пушку и как радоши и Грегор все разлетелись а все мертвые это Андрей Соколов там говорит у Шолохова вот так и здесь один удар Диадор у Андрюсенко ну сказал не так но ты дальше молись писание говорит не спеши уходить от того кто тебя оскорбил от начальствующего а этого нет то есть чувствует у себя какую-то власть я говорю ты пойдешь по помойкам сейчас а я никому не пристану ну значит муху найдешь свата будешь таких искать другого не будет нигде ну пусть пусть даже не Диадор но вы понимаете само вот это общество человеческое его не устраивало те люди к которым он приходил и с которыми он участвовал в богослужениях это его как бы не вмещалось в него все это а где другое найдешь как вот опять же я вот с ним говорю брат да я не знаю как смог бы я ли вытерпеть вот такое где он приходил да где находились люди не верно я говорю я наверное тоже не смог бы а что делать а куда идти куда бежать по деревьям вот здесь как раз сегодня сейчас где я беседую с Юлией Долбневой там Трапко Евгений говорит он пять лет ходил по разным разным сектантам и мессианские евреи покупал все и аудио и книги и я понял тупик от отец Геннадий говорит я понял дальше развитие это какое если ты сам везде у тебя все будут противоречия сегодня тогда было через две недели появилась новая секта а сегодня на одной неделе их десятки сотни а я никому не принадлежу я сам по себе сам по себе но в ближайшем окружении и они которого находят которые у нас люди были больше никого не знают у них дух общения нет на отрицательном моменте они ничего построить не могут они вокруг моей колокольни мочатся ничего больше нет а у нас мы как шли так и идем у нас даже отношение патриархии вот это было мы заранее признавали это зарубежные считали что туда нельзя общаться а мы общались те они шагнули перелетели соединение а мы как были так и остались а как так очень просто дали указание вычеркнуть и они вычеркнули что а там бы пусть как живут митрополит не пошел вы против постановление было запрет нет этого по сегодняшний день но я больше о том что как находиться человеку человек родился в православии он родился от господа да и он видит рядом с собой людей которые ну совершенно не понимают его он их не понимает он не выносит этого общества как ему находиться как ему приходить на это богослужение когда он не может наносить вот этого всего беспредела очень просто книга Тавит все совратились а он из колена нефалимова но я получил наказ от бабки своей перечисляет цары и дальше что он делал а я один ходил в Иерусалим и уносил три десятины и прямо первая глава Тавита 6-8 стих повторить можно даже я один ходил говорит один ни на кого не смотрел а лот лот неправильно влетел в этот садом но он говорит мучился в праведной душе своей но он сидел и сидел в этом пока не сгорел садом а у этого так было Тавита вот и совершенно правильно но когда умирал то он наказывал сыну но раз Бог сказал что Неневия будет уничтожена столица тогдашнего ближнего зарубежья скажем так он говорит Бог обязательно накажет и через 120 лет пришла кара она будет разбита кого искать я один я с Богом и что вам достаточно смотря кому как мы знаем людей вот которые считаем есть такой святой один он много трудился для Бога а про него никто не знал ни один человек только в откровении открылась это Антонио его звать а Макарий Александрийский Макарий Александрийский ему сказано было Марк Фращевский страна Фращевская его иногда афинским называют он там то и как он живет а ко чем питается ангел с неба ему подает он был такой любознательный просчитал только Иоанне и Амри противились Моисея а где они ну где-то там в пустыне были умерли и он решил пойти посмотреть вот такой любознательный был взял с собой штырьков надел и дорогой ставил чтобы назад вернуться по вешкам ночью проснулся а Мевешки все в кучке лежат рядом и он понял сатана сделал вывод сделал Богу это не угодно теперь буду надеяться на Бога по звездам и когда пришел к нему и там дальше их встреча какая была они беседуют сидят и Марк ему говорит ну что брат дадим отдохнуть рабыне своей то есть плоти брат мы готовы вкусить и вдруг я говорю смотрю из воздуха рука опускается и две порции там хлеба дает ангельский хлеб ел человек как пишет Давид и он говорит поверь брат все эти годы была только одна порция а сегодня и две а как питался раньше раньше питался я как брал землю в морской воде смачивал и ел а демоны его тащили с него до костей кожу сдирали вот с нас-то не сдирает и он никуда не ушел и достиг такой святости спросил только у вас что теперь там говорят свобода какое-то решение дума приняла там яровой отменили закон ну да и у вас верующие есть ой там храмов 200 на Москву только строят объясняет а есть такие которые бы сказали горе гора двинься передвинься я слышу грохот обернулся и гляжу гора двинулась и Марк повернул голову тоже и посмотрел и говорит я не говорил тебе я просто прочитал вот как а может даже серопион там был сейчас я могу не точно сказать но он говорит ой-ой такого нету говорит а какая же у вас тогда вера вот как мерка какая была хотя он спросил просто о вере спасительной а не вере чудотворной два два разряда веры я житья начитывал для меня это многое открыло симфонию составлял а Александру нет он что все знает писание и сам толковать может я никогда не дерзал зачем бы я златоуста начитывал и никого больше не нашлось не на Россию а во всей мировой практике не было 12 томов златоуста 12 житии добротолюбия там Григория Дещенко 4 книги почему я внутренне понимал народ надо просвещать он хотел это делать нет он просто помог и на этом остановилось и поэтому в них это не вмещается а на что делать только молиться здесь еще не поможет никакой добродетелю его на путь не повернешься почему а там легко молился или не молился а я вот прочитал это семикратно в день прославляю тебя и у меня я стараюсь чтобы ни одного дня не было чтобы я себе брат не встал на молитву не считай утренний вечерний молитвы а почему я понимаю и испытал это неземное состояние тебе неохота не говорить ничего все Бог прозрительно открывает молитва молитва с Богом связь поэтому мы всегда останавливаемся в конце вы видели и говорим говори Господи слушает раб твой слушает и слышит сегодня такую молитву ты нигде не услышишь в мировой практике почему мне это открыто это необходимо а Серафим Саровский иногда молился он ни слова не произносил не читал он просто стоял в размышлениях это была молитва стояло размышление поэтому когда выводили он как поднял руки и не мог опустить его за руку и выводили в прострацию в палку как говорят вот тебе и левитация и поэтому эти люди ушли причина одна не победили себя стремления к этому не было и думали что-то лучшее но они там встретят бездну такие отбросы там будут они задыхаться в этих миазмах будут даже одного муху разговариваешь с ним ты уже оскверняешь себя с ним мирно не разговариваю никогда как Антоний говорит великий я ни разу в жизни мирно не разговаривал с еретиками я разговаривал но в конце заканчивал всегда тем что у вас неправильно все хочется мира понимаете подступаешь к человеку и всегда хочется мира я вот к чему хочу сказать получается что протестантам легко стать это только мозги включить и все и ты становишься протестантом а что православным стать это надо им родиться им стать невозможно это только дано тебе от Бога или не дано все ответ один видите у протестантов они смотрят только на сегодняшний день и он сам себе судит судят сами себя неразумно Павел говорит а я не пью не курю он не пьет и не курит все это все а у православных речь идет о смирении духа о признании что выше тебя есть открыто а тебе открыто было я знаю и слово Божие православным говорит думать не надо уже готовы толковать растолковывать думать не надо уже истолковано а сектант Таня Маня как понимают сектантам стать легко потому что уровень слишком низкий вот я уверовал все и харизмат уверовал он орет теперь падает крутится там лает все он от Бога у православных не так если даже многое открыто никто я каждый день начинаю с одним не считая там говорится ночью Бог побуждает в первую очередь о врагах о врагах вот которые пошли куда-то вернулись теперь ополчились против меня это я за это не отвечаю я отвечаю только за то как я к этому отношусь отношусь так сердце свободно должно быть от всех а они еретики они заключили в тюрьму всех все негодные все до одного и себя возвысил выше всех кто учителя поставил учителями апостолов перечисляет никакие совсем да что златоуст ну хорошо златоуст что ладно я спрошу даже Андрусенко скажи Александр а для тебя как это место понимается если кто нарушит одну из малейших заповедей малейшим нарисчется в царстве небесном поясни повторяю ни одного сектанта я еще не нашел за 55 лет или допустим явится на небе знамение сына человеческого какое Христос а за ним явится сын человеческий что за Христом Христос они не ответят я таких вопросов ни один ни два знаю а вы как отвечали никак я только молился и Господь мне показал уже через 4 месяца ты не найдешь здесь я среди 50-ников был хотя им не был у меня слишком глубокие корни православие были я там родился православие без священников старо ну а как сейчас вот давайте на этом немного тормознем вот как вот все-таки вы там были да и что вас так и не приклепало туда что вот именно оторвало от них а от кого от соробрядцев нет от 50-ников а я 50-никам не был ни одного дня нет ну вы были вот среди них вы видели их веру да я проповедовал что вам что вам не понравилось неискренность неумение признавать свои ошибки меня тронуло все меня сильно привлекло в Библию что самые недостатки Давид никто бы не знал что он изменник что он убил человека но тогда не было 50-го псалма никто бы не знал что от лота родные дочери родят детей и не поймешь кто он отец или дед меня вот это сильно-сильно тронуло я этим путем иду по сегодняшний день меня ни один не упрекнет что я там скрывал да разве можно так открыто жить ну как прозрачных доходов вчера вот позвонил мне этот сегодня выставка художественная про Потеряевку иногда мы решили поехать и он у нас с 89-го года все в фотографии Волобуев Александр Павлович ну у меня нету надо такси брать это в другой стороне города вчера мне звонят мы тут там разные художники решили собрать по 300 рублей карточку дайте вам скинем чтобы вы такси наняли а я не понял кто я за ваши деньги да я в самом неделе в начале уже договорился Сергей меня отвезет ты на меня не смотри что как одет под каждой заплатой миллион зашитый как Виктор Гюго говорит и он уже не одну выставку делает о Потеряевке а о них кто-то сделает а что вы хвалитесь этим ну это мирские люди чего-то это стоит это не два дня ну 89-й считай там 11 лет до 18 по 30 лет подходит но вы понимаете что это далеко не каждому дано жить открыто так что это только для вас а допустим исповедовать это никак нельзя что ну предлагать это людям да ну да но однако я как бы показываю почему город на вершине горы и Павел говорит подражайте мне как я Христу и тем в ком видите это я побуждаю к этому есть люди которые это понимают а теперь они нападают чтобы не было то есть огонек погасить какой-то я себя никаким не считаю просто я живу открыто свободно а они рабы чужого мнения им сказали атуна православие а я тогда простые вопросы а сколько евангелий 4 да 20 было кто вычитал то ответ православный где 85 правило апостольское а кто перевел на русский язык вы любите они право абсолютно большинстве все на дальнем переводе без 11 книг библейских не канонических кто не знают но я отвечаю кто главный переводчик Ихвольсен Павский там Глухарев это лучший в мире перевод за всю его мировую историю не один лютер переводил как там он а здесь 4 духовные академии уже двое канонизированы Дроздов митрополит Пиларет и Глухарев в Алтае он трудился архимандрит Макарий вот и тогда маленько потише начинается теперь кто учителя не знает как толковать не знает канонов не знают тогда вообще ничего нет это они опасности такие люди не представляют опасность священников которые приходящих которых они приручили они теперь и гнобят на своих измышлениях вот это Пархоменко он прямо говорит так ну прямо я их многих знаю которые ну там Боев перешел туда Сергей Журавлев а Пархоменко Пархоменко это тот что на радио Свободы который выступает я не знаю где-то Пархоменко Константин священник а ты вот посмотри он последнее выступает и напиши о нечистоте женщин он как враг канонов что женщина которая месячная там истечет из нее приходи прищащайся то есть он опоганил все а это в книге правил написано если женщина находится в обыкновенном женском состоянии то что можно ли прищащаться он говорит на ум не должно приходить это златоуз говорит руки вывоженные в навозе ухватятся за резу царя что ему будет за это а ты к телу его прикасаешься ну а женщина нечистая прикоснулась он говорит прикоснулась к краю одежды а не к нему к краю одежды и он стоит и каждое правило где-то там это вот говорил значит клемент римский половина третьего века уже он говорил там против а он умер в девяносто седьмом по сто первый год то есть он не знает даже сейчас откни клемент римский тебе википедия все выкинет и он против канонов топчет ногами буквально то есть всю грязь тащит у людей еще какое-то отношение некоторое к святыне прищащение то другое он все попирает а если крещение и тебе надо отложить до урещенного времени пока кончится миг вот твоя ждет тебя он враг канонов он не скрывает этого и сейчас вижу новый ролик выставил идет по городу в макушке с церквей снимает вот высота его там сорок шесть метров а этот вот я не знаю может сорок семь с половиной и дальше его подвозят это кусочки слеплять будет он и больше нечем заниматься у него кирпич в башке это самое сейчас с головой вылетело ничего крутил крутил и забыл да ничего пока думайте я на ваши вопросы еще немножко расширю где-то вот они нападают такие а что дальше будет заглядывать не надо мы знаем ему дано было вести со святыми и победить их это единственное в мире организации назовем религия где прямо говорит о своем поражении но счастье останется сие творите в моем вспоминании доколе он приедет то есть будет при счастье до пришествия Христова так толкует Анна Златоуст я вспомнил ну я хочу сказать о народе духовном ну изначально о народе еврейском да как племени племени иудейском а сегодня как о народе еврейском в духе то есть мы евреи как бы по духу ну кто такой кто такой еврей это верующий и любящий Бога человек ну как то так вот я недословно конечно это самое цитирую вот и значит что мы берем берем мы ветхий завет да в котором полностью Господь дает свое распоряжение как должна быть устроена церковь вот и значит ветхий завет ложится вот сегодня как вы вот показываете вот хороший пример такой как ну как ладонь вы берете и тень приближается 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 да и вот сегодня как раз этот ветхий завет он и лег на новый завет то есть отразилось полностью вот нам нечего искать да вот они задают вопрос о священстве а где где священники в этом самом у вас написано где взять священников а вот вы говорите вы следите в такие вопросы что они неприкасаемые то есть как отроются да тут казалось бы а зачем такой вопрос задавать что это казалось бы понятно священник как учитель как допустим врач они должны существовать в обществе вот о священстве вот хотел бы хорошо в первую очередь мы берем неемия когда говорят они пришли из плена и стали искать и такое-то не найдено в родословной их исключили то есть родословное рукоположение передается у сектантов не было никогда и нет ну а дальше ну а дальше очень просто действительно называется епископы пресвитеры диаконы слово священник не называется но и так понятно что это священное сословие по ветхому завету а то было тенью будущих благ а в послании к евреям апостол Павел говорит там 12 глава об этом что и наш первосвященник вы согласны что Христос первосвященник всегда но раз первосвященник значит ну если он начальный генерал то где-то солдаты должны быть если он первосвященник то есть начальник то должны быть подчиненные а где они где остальные священники и тогда в ветхом завете священники и первосвященник то есть патриарх Где? Вот они сразу останавливаются. В Новом Завете говорится. А остальное не говорится? А почему? Так раз не говорится, значит, вот об этом Пархоменко Константин-то. Раз нигде не сказано, значит, Бог освободил. Ничистого нет нигде. Почему? Сосуд опускался, ешь. Ну что, ты закусывать будешь менструацию, что ли? Все, одурел совсем. Там речь-то идет о чем? Зачем ты под подолк женщине лезешь-то? Это поп говорит. Он ошалел. Как это так? Там говорится о принятии язычников. И в виде сосуда опускалась, там разная тварь была. А он относит к менструации. Да какой же он после этого? Вообще никакой. За хвост да в яму. И далее в Новом Завете написано все позволительно. Ну все-то позволительно. Где тебе позволительно грязь смешать со святыней? Ну он же знает. Каноны изданы. За каноны стоят две теперь с лишним тысячи епископов, которые по числу епископов на разных соборах были вместе. И вот здесь, когда мы сегодня начинаем внимательно смотреть, то мы видим, что действительно так с переменой священства. Должен быть перемен закона. Перемена закона произошла, да? А перемена священства не отмена. То есть они совершенно никакие сектанты. Ему надо доказать, что он прав. И что кому простить и проститься, ему дано. А ничего тебе не дано. Ты никто, ты к священному сану не относишься никаким образом. А священник и епископ, они равные права имеют. Кроме одного. Епископ имеет право, как матка в уле, рукополагать, плодить священников. А священник никого рукоположить не может. А диакон, он просто помощник священника. Вот. И они этого сектанты не понимают. А у него очень сильно напор, что церковь никакого значения не имеет сегодня. Почему? А кто как понимает и куда уйдет? Я говорю, а зачем ты голову-то сказал, Юля? Отсекаешь-то. Он глава тела церковь. Вы вне церкви. Каким-то не будь, ты вне церкви. Или человек стоит перед разрешением греха, каноны не разрешает, а я теперь не в церкви, каноны не признаю, и мне это все позволено. Да не все тебе позволено. И то, что ты вне канонов пошел, это не означает, что ты вышел. Вот я сейчас... А я не признаю советской власти. Поеду на светофор красный. Ну, до первого поворота. И все, или до первой аварии. Ясное дело, что ты вне закона. Вот у нас тут был один. Вся земля тут... Божья, а что она будет-то? Его арестовали. Он отсидел и вчера, видимо, по этапу пошел. Все. Откружилась голова. А тут за него, как вначале, давай мы тебе поможем. Лапкин устарел мы его, свернем голову. Ничего нету. Выдуло, и места нету. И навсегда запрещено будет Господом, если Богу угодно это будет. А что? А нашли короткий путь. Если он женится, забыв двух жен там, то пропишут тогда здесь, без гражданства. Глупости это все. Гражданство все равно необходимо. И вы знаете, какой борьбы. Я не хочу называть, чтобы было. Все кончилось. Как будто никогда и не было. Столько добра было. Вместе были. Сохранились, как первая встреча. Встречаемся, обнимаемся. И я предатель. Я не он. А я ничего не предавал. А что я предавал? Я не изменился ни в одной йоте. Изменился-то он. И они этого даже не понимают. То есть народ оглупленный. И вот интересно. Я сказал. Как бы то ни было где-то, он мне не враг, Андрусенко. Александр-то. И он заходит, и все. А теперь? А почему вы убираете там что-то? Его я не убрал ни одного. Ни дружелюбного. Комментария ни одного не убрал. Ну, заходят каждый день. Я убираю примерно 70-100 примерно. Вокруг меня тут целая кодла их. Патриарши. И прямо матерками гонят. Ну, тут не матерки были. Не матерки, но они настолько были противные смыслу. Для чего он пришел сюда-то. Он враг. Для этого у тебя, вот я сейчас говорю, это у меня записывается, я поставлю ролик. А вы из него можете, попутно скажу, найти, где мы с Юлей раньше беседовали, какие были встречи. Ну, вы как знаете, я-то не знаю. Я просто вот такое так и выставлю-то. Ну и что? Я говорю, ты сначала дослушай, о чем речь-то идет. Если Господь открыл, никто не закроет. А если Господь закроет за грехи, никто не откроет. Ни я, никто не может помочь. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты себе не поможешь. И когда мы начинаем говорить, и Александр усыпился за это. А, это неправда, это лицемерие. У меня кнопка есть, которая позволяет специально. У тебя нет на мой ролик? У меня нет права над твоим роликом распоряжаться. Я могу только там кнопка пожаловаться. Что-то там, ну, такое сильно нехорошее. И поэтому я их выщищаю. Они не нужны. А вот вы забрались, тут только жрете, поганцы вам все несут. Я должен держать? Зачем это нужно-то? Назначение моих ресурсов не для этого. И он соответствует действительности. Нет, сидите, жрете, наворовали. Мы не воровали и не жрем. Мы благодаря щебогу. Ну, зачем я это буду держать на ролике? У меня там кнопочка. Я ткнул его, заблокировали. Все, нету. В моем мире в черный список. Вот только на это. Больше он ни на что не... Между нами ничего не было. И на это. А, вы там уже и начал там лицемерить. И где он видел во мне лицемерие? Я воспользуюсь правом, данным мне этим ресурсом. Кто образовал мой мир, кто образовал форум, правила одни. Я там могу заблокировать... Если он сделал 100 вбросов, я одним щелчком на форуме могу всех выбросить. Специально это сделали не я. Это там, где это... Кто, хозяин. Нет, ну, если человек заходит овец воровать... Я вот предупредил на канале. Я говорю, бесед с еретиками и комментариев на этом канале больше не будет. То есть у меня спрашивают. И все, я ей сказал, что больше не будет. Я не допускаю ни одного вот этого отступника или там, или надумца какого-то. Я блокирую сразу. Все? Так это право тебе дано самой системой. Как, допустим, ехать направо или налево. Это система дает, а он нападает. Я должен все сохранять. Пусть, если не матерок только. Как это так? Если там мерзость, он взблевал, зашел. Или дохлую собаку забросил в храм, а я должен смотреть на нее, он же забросил. Ему свобода дана. Мне дана свобода, а не ему. Его свобода кончилась, когда он на меня натолкнулся. Я его сразу обуздал. А они каждый день новые и новые заходят. Но что интересно, когда я не знал еще, я говорю, эта система их вычисляет по определенным словам. И вдруг я натолкнулся, система, ну там, о половых органах. Пошел ты туда, пошел сюда. И она их высчитывает и отдельную сторону подгребает. И написано, вас там требуется рассмотрение. Я захожу, а там слово секта там. А, сектант, ты ее! А сектант, да пошел ты на! Вот такое все. И она их, чтобы люди не видели. Я смотрю мерзость, я их выкидываю и все. Но они тут уже регистрируются на... В Ютубе очень легко, в течение нескольких минут. Но они регистрируются, а мне не надо, я только откатнул его, нету. Теперь я знаю, что кто это делает, вбрасывает, они получают большие деньги, их нанимают. То есть у меня настоящее за этим, кто стоит, кто заказывает. И я могу так-так высчитать. Примерно. Вот. Ну и что? Ничего нету. Я делаю то, что мне позволено. Александр на меня обижаться не имеет никакого основания. Жена была здесь, крещение приняла. Она была когда-то против меня, бунтовала. А потом внезапно расположилась, такая ласковая стала. Она сама смеется и говорит. Да он на себя обижается, Игнатьевич. Он просто ищет сейчас. Он один остался, понимаете. Там и Светлана тоже. Я молюсь, на молитве чувствую, что Светлана протестует. То есть у меня есть такое ощущение. Она не идет с ним по его колее. Вот. Понимаете. Поэтому он сейчас один. Ну вот с этим самым сватом. А людей-то не могут они никого. Ну тем более пропаганда от вас там идет такая. Вот. А людей-то к себе не могут никого привлечь. Представляете, в каком состоянии духовном человек находится. Конечно, он переживает. Конечно, у него вот это вот. А как? Нужно же доказать свою правоту. А не получается ничего. Ну я говорю, как выйти из этого состояния. Говорят. Ну ладно, вы говорите щадящий режим. А какой такой, чтобы по-настоящему? Это приехать ко мне на лето в гости. Со мной рядом будешь. Когда я был в Сан-Франциско. Ну там. Свой епископ был Антоний Сан-Франциско. Сан-Франциско, повторяю. Ну и Перекрестов. И они меня вызвали после моления. И говорят, вниз садите. А там это Яна Шанхайского гробница. Ну и побеседовать надо с вами. Я думаю, что-то такое важное. Отдельно от людей. Скажите, а вот вы такого-то знаете. Ну называют там Бакмелдера. Он священник, оттуда просится к нам. А мы, говорит, напринимали таких, которых и патриархия держать не хочет. Но нам узнать никак нельзя. Я говорю, я не знаю. Но отец Айкин может и знать. Может учились вместе. Он как-то перезванивается с кем-то. А вот такой-то. Я опять отвечаю. Что об этом я слышал. А вот как узнать? Я говорю, очень просто. Кандидаты они все из России. Все из России. Вот я начальник детского лагеря. Мне нужны рабочие. Пускай приезжают. А сколько? Три месяца. Будем вместе пить, есть. Я вам дам точную характеристику. Ему не выдержать это. Нет. Это как? Определенно. Господь сказал. Допустим, я считаю мне. Я не скрываю, что мне нравится вот такой-то, такой-то. Ну, выхожу там. Допустим, профессор Марсенковский Владимир Филимонович. Ярл Николаевич Пейсти мне очень нравился. Протестанты. Ну, я брал от них. Они так говорят. И распространял, раскручивал сотнями, тысячами экземпляров. Так вот, и среди нас, когда он будет жить, он все откроет о себе. Ему не выдержать. Мне вспоминается «Щит и меч», такая есть МВД газета главная. И там спрашивают. Интервью берут у одного. Тогда не игиловцы были, а просто террористы. Молодежь готовят они, чтобы себя подрывать могли. Скажите, а вот, ну, везде внедряют своих людей, чтобы узнать там ваши тайны. У вас могут так вот евреи там какого-то или коммуниста? Он говорит, нет. И ни одного случая не было, нет. А почему? Мы только ночью молимся, три раза встаем. Если к нам будет кто-то внедрен, а он сердце в ней принимает, он или с ума сойдет, говорит, или обнаружится. С ума сойдет. То есть, если он у меня не верит, он с ума сойдет. Я скажу, со мной вместе будешь ночью молиться. И днем. И никогда не ложиться. И вставать в 4.40. То есть, пить есть что со мной. Везде будешь, как на веревочке. Я свободы твоей не стесняю. Вместе молиться в храме будем. Все будем делать так. Он забурщит. И у него не пройдет. У него непроходимость желудка и мозгов будет. У него стесненное дыхание. От радости в груди дыхание сперло. Вот я им сказал. Сейчас, вот секунду. Я понимаю, о чем вы говорите, когда вот, то есть, говорите о том, что человек узнает себя. О том, что сегодня многие себя не знают, люди. То есть, я себя узнал, когда сломал шею. То есть, на протяжении двух месяцев во мне открылась такая мразь, что словами не выразить. Я не представлял, что я могу таким быть человеком. Понимаете? Вот. И многие люди как раз сегодня себя не знают. И вот, может быть, да, вот, может быть, для многих, ну, не для многих, для некоторых будет полезна вот такая тренировка. Но это подобно самоубийству. Ну, так, я и говорил не где-то, а в присутствии архиепископа Антония в Сан-Франциско. Потом меня еще спрашивали. Я знаю много способов, какие есть. Есть такие порхотерапии. Сейчас Пилипенко профессор везде порят. Просто розги какие-то, аргументы и факты печатают. Тут много таких роликов сейчас. А вон в Таиланде, там его привязывают нарушители на дорогах и порят, и задница только трясется, а потом кровь течет. А потом под руки его уводят. Так вот здесь, у меня ничего этого нету. Мы также будем обедать, вставать, молиться, но никуда. А я тебя буду видеть. С желанием ты делаешь или нет? С радостью или нет? Вот ответ. Вот у меня в лагере разные были люди. Как только молиться в субботу, а батюшка будет. То есть при батюшке в два раза длиннее служба-то. Дети ленивые есть. Так он готов, если мы пойдем из лагеря молиться, а ты останешься пилить. Он будет пилить на полную мощность, лишь бы только в храм не идти. Так и здесь. Он что угодно будет пытаться сделать, а вот это сделать или туда-то пойти или куда-то. У нас в деревне есть такое, он пойдет коров пасти на воскресенье, чтобы только не быть на богослужении. Он просто покажет себя. А я вам дам тогда, а теперь сейчас могу заснимать наши беседы. Беседы будут, я каждый день буду, две-три беседы с ним. Вот приехал отец Кирилл Сахаров, игумен, Берсеневка, от храма Христа Спасителя, метра 250. Вот это пример. Он член Союза Писателей. Он от патриархии никуда не ушел. Все служит по-старобрячески. У него там патриарх Кирилл служит, Алфеев, митрополит Иларион. Там все по-старобрячески. Шапки сшиты у них такие старобряческие. И там отец Кирилл. Потому что, в данном случае, Алфеев Иларион ведет службу. И вот тут можно тогда будет увидеть, любит он это старобряческое или нет. Вот у нас дети определяют. Батюшка, значит, длинная. Только бы не пойти. Тут понятно, он ничего не понимает, томиться стоит. А этот томиться чего будет, когда у нас так открыто? Лишнего моления нет. Молитвы наши не назовешь, что краткий утром. Утреннее правило, псалтырное чтение, 100 поклонов. Ну, ты же взрослый. По-другому, как я могу? И беседы, занятия. Его видно будет, он безразличный, спать будет или что-то. Он не скроется никак. То есть, сегодняшняя современная жизнь человека настолько расслабила. Вот сатана устроил такую жизнь, чтобы человек не вникал внутрь себя. Он не входил, не рассматривал себя внутреннего своего человека. А тем самым не открывал в себе то, в чем он мог бы покаяться. Вот сегодня Юлия в комментариях, да? Опять же, там под этим, под вашим роликом. Она не понимает, что такое покаяние. То есть, я когда написал это беспокаянной души, вот, ну, я понимаю, что любой православный меня поймет. Вот. А это о чем я говорю? Говорю о том, что человек не видит своих грехов. Вот о расторжении с мужем, допустим, я скажу. С мужем они разошлись. Да полностью она виновата. На сто процентов она виновата. У нее смирения нет ни на грамм, ни на каплю. Это же женщина, это танк такой. Ей невозможно жить. Ни один мужчина не будет жить. Да, да, именно так. Женщина, я не знаю, все сто процентов или нет, но и он тоже стал там ломить на нее, просто ломить. Причащайся. Она к священнику относится, причащайся к священнику. Ее душить буквально вначале, это исключительный случай. Она стала готовиться. У нее не так маленько было-то. Ну, я даже не этой темы хотел сказать-то. И вот теперь, я когда в Америке был, меня в Синоде уже спрашивают. Возят в один город, там, Сакраменто побыл я. В Лос-Анджелесе живу. Вам понравилось? Я говорю, нет. Как нет? Вас возили по всем храмам, там, по скаутским лагерям, где скаде были. Да нет, не понравилось. Почему? А вот поэтому. Еще где-то. Ну, как, утром флаг поднимает американский. И стоит седьякон там, здоровый, огромный. И стоит, честь там отдает. И в пятницу едят молоко и прочее. А почему? У нас следят за этим, если мы не будем детям давать. Так ты-то не ешь, но я обязан пример показать. Не понравилось. Ну, вот я в Жордан-Вилле, там монастырь у них. Я вернулся. Мы за столом сидим, митрополит там Виталия. Еще и писка был. Понравилось? Я говорю, понравилось. А почему понравилось? Понравилось, как они молятся. Я сидел, писатель у них там был, он сидел 8 лет получил. Владимир Русак. Может, заведите о нем узнать. Владимир Русак. Вот у него книга «Пир сатаны». Должна быть она в интернете. «Пир сатаны». И потом трехтомник, свидетельство обвинения. Он все священники расстрелянных годах. Кто что говорил, у него все там есть. Я с ним знаком был еще до ареста. Он сидел. Я у него жил дома. В подвале у него там компьютер. К слову сказать, ну, я вижу, как напишет, как красиво, разные шрифты, а ничего больше я не знал-то. Ну, 92-й год был. И он говорит, вот у тебя будет это? То, что ты сейчас вот время уходит, изучаешь Слово Божие, святых отцов, у тебя этого ничего не останется. Оно тебя засосет, ты вот здесь будешь. Так тогда интернета не было никакого. И со мной не случилось это. Они все ошиблись. У меня то, что вначале я получил, это молитва, чтение Слова Божие, работа с людьми на первом месте. Хотя за компьютером я провожу не два часа, ежедневно 14-16 часов. Вот. И он, этот Владимир Тарусак, мне тоже кое-что открыл, показал в этих людях где-то. А вы хотели бы полностью подражать? Нет. У него, когда он сидел, жена вышла за другого, а он диакон. Он вернулся, видимо, хорошо жил с этой Наташей. И он ее принял. Как только принял, сразу сам снялся. Вот туда поехал Алексей II, патриарх, и он его сманывал. Он где-то в преподавательном стал, то ли в семинаре или в академии. Я дальше ее просто потерял, не связался с ним. И вот о нас что-то где-то говорят и о ком-то. Любовь ко Христу, к Слову Божию, превозможит все. Когда я готовился жениться, там старцы собрались, но они были расположены, и говорят, вот то, что у тебя сейчас есть, ты женишься, ты едва ли удержишься на этом месте. Все остальное пойдет вниз. Они ошиблись. Ни один не мог этого... Почему? Любовь к Богу и прочее. Я под эту крышу сразу же стал ставить жену. Вот так. Если она что-то где-то, как говорится, забухтела, а я за стол сажусь на работу. Я сразу ни слова не говоря встал перед иконой и начинаю молиться. Помолился, обернулся, она рядом стоит молиться. Я за стол сел, она думает, рот закрыт у нее, дай-ка я еще что-то скажу. Когда я ем, то глухо ем. Я опять встаюсь и опять на молитву. Третий раз садистую, время нет, я ушел. Она переживает, я ушел, ничего с собой не взял. Все! Сломлено сопротивление. А ничего не как у старого бряцев, а я и вот кулака. Но это может быть раз и другой. Но она может убежать к своему сожителю. Тут надо взять точно. Но о чем говорите, с этим я согласен. Смирять не было. Это для женщины, я о чем говорю, 100%? 100% спасительный путь. То есть вот стать под мужа, как вы говорите, да? Я ее, можно сказать, переручил. Ну и ты встань, он тебя заставляет. Да ну смирись ты, примирись, делай. Но ты через это спасешься. Это путь спасения. Вот. Зачем же вот это своенравничать? Зачем эти соседи, понимаете? Ну вот бес вошел через этих соседей, а они туда специально подселились. Вот на этих соседях, вот посмотрите, как в кино у них закрутилось. Это же прям бесы, видно, разыграли вот это вот все, весь театр с их семьей. Да, тяжело, печально, и нет никакого выхода, потому что молитва должна занять это место этой пустоты. А она будет по-прежнему так же горды бачить, она сейчас там найдет себе самса и пойдет, все это будет, уже прям где-то рядом, где-то вот как мне видится, потому что из себя такая она видна, и видно сыт, и уже платок так вот замотанный. Я уже знаю, это начало превращения, говорит, во вторую букву алфавита. Но мое отношение остается тоже. Я не могу сказать слово «люблю», она женщина, но скажу, что она мне небезразличная. Я думаю, не думаю, а просто почти твердо думаю, и вам она небезразличная. Видите, это делает молитву. Когда за человека молишься, он и становится в душе твоей близок. Поэтому, о чем вот говорят, говорили апостолы, о чем говорил Господь, что молиться, в этом и проявляется любовь у нас. Какие бы мы ни были друг для друга, но молитва, она, то есть, созидает человека к любви. Без молитвы нет любви. Вот у нас тут эта дробь от ребятишки были, там видно у нее трое девчонок, мальчик Тараси, и у ней, признали в прошлом году нехорошую болезнь, как вы говорите, изнутри меня сжирает. И у ней желудок полностью отрезали. Но она еще живет, еще и выступает, где-то и говорит, и улыбается. Я, говорит, просила, когда ребятишки маленькие были, она болела, десять лет, дай Господи, на ноги поднимутся. А после этого-то еще ребятишки родились-то. И она говорит, нынче у меня заканчивается период, когда я выпросила у Бога, была при смерти тогда. И она-то все рассказывает. Конечно, тяжело и прочее. Вот у меня знакомый из старобрядцев был Игорь, Куц, фамилия Куц. И двое ребятишек у меня, и Илюшка, и Ромка, у меня были в лагере. Хорошие ребятишки, ну, просто талантливые. И рисовать могут, и кроткие, и смиренные, и сам. Вот у меня к истинному православию вот эти буквы разрисовал, это он. И вдруг сейчас сообщает, побыли у него, у него что-то внутри, именно вот эта зараза сжирает его. И он не сообщил ничего. Я узнал уже через Володю, через Игоря. Он ему делал шкафы, там на этом деле работал. Смиренный, смиренный такой мужик. Ну, видимо, в старобрящество пришел, обычно у них смежными браками приобретают. Ну, если тебе на память придет, звать его Игорь. Воздохни хоть разок. Вот вопрос такой по поводу как раз этой семьи, ну, не называйте имена, допустим, да, вот женщина с такой тяжелой, можно сказать, судьбой, да, муж немой, четверо детей, вот такая, как она, что, что дало ей вот этот вот крест пронести, да, не то, что он немой, а он пьяница просто на пыльце. Вот, денег нет, скудная жизнь такая, постоянный недостаток в средствах, там, в еде, во всем на свете. Вот, и посмотрите, она же радуется, и все равно бодрый дух имеет. Смирение, смирение, она смиренно переносит, ничего, да ничего так, Андрея опять пьяного за руки, за ноги притащили, получку опять пропил, а два парня и две девчонки, никак, она опять смиренно, ну, Настя, что делать, да я не знаю, и его мама звонит, его, его, когда она была живая, почему никаких мер не принимаете, ну, как примять мер это, ну, он же таким не был, он пришел буквально с улицы, он талантливый, любую модельную обувь, шьет, он там резать, там фигуры Христа вырезает, деньги платит, как только женился, вот как скажи, как шляп от хвост попала, вот это даже не выскажешь, какой он мастер, ему только пальцем покажу, вот там надо делать, даже не скажу, что, он пойдет, все делает, а у меня тут помогает один, учитель, кончил, там, педагогический институт, я говорю, столбы мы поставили, а на них нужно теперь набивать, стенки будем делать, но я не думал, что он будет-то, а толщина столба 18 сантиметров, а у доски 2 с половиной, так он через столб доску прибивал, через столб, я так ахнул, да ты еще, Рома, делаешь-то, ты в уме или нет, но не этот Роман, другой, еще, какой есть, такой есть, а этот, вот куда ни покажи ему, он все сделает как надо, просто цены не было, ну, был, как говорится, шатался, был, где все встало на место, у него свое, я знаю его биографию, где он был, причина очень серьезная была, почему это случилось, почему неверность данному слову, которое там было где-то до Насти, А она, она тоже один раз мне ответила, когда я сказал, Настя, а познакомились на прогулках в лесу, ну, познакомились опять же в нашей группе, он приходил на занятия, ему писали, он послушный довольно вел, я сама если кашу заварю, сама и выхлебаю, Настя, роковые слова, я уже больше к тебе не подойду, до свидания, я не лезу никак, один раз, и когда вот это все началось, ты помнишь эти слова? помнишь, мама его звонит, чтобы занялись им, я никак не могу, у нас не тюрьма, я ему говорю, он страшно не любит, когда скажет, но у нас был, он выходил с соглашенными, ну, так есть, как есть, и она, да ничего, да как-то, как-то там, ей помаленьку собирает, она ребятишек тянет, вот сейчас, были выходные-то, ну, как сказать, каникулы-то, то Нестор, это, подобраю, Ваня старший, Нестор, он у Сергея Павловича, Пупкова был, там жил, каждый год их четверо, сколько лет, вот считай, сколько им старшему, там, если есть 14 лет, 14 лет они у меня бесплатно, в лагере, это тоже облегчение, и зимой, там не старшему, там старшая девушка, вот уже, сколько лет, лет 17, да, Енафа, Енафа, она старшая, но среди парней старше Ваня, среди парней, вот, и, зимой стараемся помочь, у меня, что от лагерной жертвы остается, там, крупа, мука, масло растительное, сахар, столь, я все время держу, мне Господь так дает, дает, вот, и я не могу даже слова сказать лишнего, а вот за что, говорит, дает, а я знаю, что дает, вот попутно похвалиться, благодарность Богу, еще ничего не получив, начинай благодарить, и вот мне, когда я в лагерем еще заведовал, мне нужно было что-то, строим гвозди, Господь выводит меня на человека, который директор завода, там, станкостроительного, Горшков, Вячеслав Григорьевич, он меня в глаза не видел-то, но, написал я заявление на это, и он мне отпускает, отпускает, допустим, 200 килограмм гвоздей, вообрази, разного размера, и туда сверла новая, там, для циркулярки пилить, ключей, я Бога благодарю, но не только Бога, когда вышли книги, теперь я начинаю искать его, где, а он ректор института экономики и права, я его нашел и подарил книги, там заснято было, даже выставлено, это надо видеть, сколько у него радости, все это при секретаре делается, вот, завод резино-технических изделий, они огромные лодки делают, военные, там, самолетов, когда прыгают, когда пожар, ну, все такое, и мне он помогал, Анатолий Петрович Хромов, всегда, даже один раз он на меня обиделся, я похвалился, а он меня не одобрил, я говорю, мы лодки бережем, плавают ребятишки, а вот четыре лодки, с веслами все это, четыре лодки, двухместные, я только воскресенье даю, он встал за то, да какое вы право имеете, я вам дал, чтобы они каждый день плавали, я говорю, нет, и он, полец, достает денег из сейфа, достает большие плитки шоколада, и мне в сумку толкает, вот, никто, ни сват, ни брат, вот, палатки делал такие большие, допустим, восемь на восемь, мы каркас сделали, натягивали, непромокаемо, из чего лодки делаются такие, я его нашел, когда завод уже закрыли, и он опять не принимает от меня ничего, пока деньги мне не сунул, я книги ему привез, и вот все, которые помогали, я нашел всех, и меня Сергей Павлович везде возил, и всем я сделал подарки, почему, я говорю, несказанно разбогател, может, вы видели фильм, там, Иннокентий Сибиряков, который был, я говорю, страшно разбогател, видели фильм, нет? Ну, ну, вот, золотопромышленник был, а у меня другое золото, я говорю, страшно разбогател, и поэтому я всех, кто делал, где психушки меня держали в Кемерово, туда проехал, где я обратился, везде проехал, до края света, и всех одарил, и за это Бог мне еще больше и больше дает, конечно, везде благодарность Богу, благодарность неба и десятина, вот считаем, когда он говорит, не отверзываю я для вас неба, вот я могу просто призвать к примеру, не жалейте на десятину, не жалейте на то, что Бог повелел делать, видеть нищих, он тебя обильно благословит, я ни в чем не имею нужду, вот, как-то на меня стали нападать, там, Дудин, другие, там, гуру, гуру, а Степаненко Максим говорит, ну, где вы видели такого гуру, который работает, пашет со своими двумя блаженными, за два года, с половиной, наверное, я миллион, говорит, зарыл в землю, в землю зарыл, ну, то есть, плотины делаем, и работаем мы не просто так, а работаем до седьмого пота, ну, где вы видели такого гуру, гуру, как голубь воркует, гуру, гуру, интересно так, а у них скухота, ничего нет, тут Осипов, там, Смирнов, они ничего, только за столом сидят, а ты у нас, посмотри ролики, даже, я иду из бани, свидетельствую, да, ты в трусах, там, начали, ну, я шел, меня захватили, я свидетельствую, беседую с кем-то, с детьми, плаваю, купаюсь, строим, у них нигде ничего нету, они, можно сказать, только, вот они одни, благовестники, больше никого на свете нету, но это не так, у самого плодовитого из них, кажется, у Осипова, за все годы, 1700, что ли, роликов, а у остальных меньше, у Ткачева, у меня 10 лет. Игнатьич, а это не они ролики выставляют, это люди собирают в интернете, снимают, а у них-то каналов своих нету, ни у Осипова, ни у Смирнова, это просто люди разные собирают. Многогранность проявляется тогда, когда ты не скрытый, я могу показать, ну, а еще, когда все мы делаем, даже где бы ни были, мы беседуем, полиция приехала, и люди уже отзываются, вот это вы их отбрили, вот это вы, так понимают, вот на днях видел, уголовный розыск ко мне приехал-то, из-за буддиста там было, все заснято, и что интересно, он встал, а зачем снимаете, я говорю, если вы запрещаете, это 330-е правило, дальше, гражданского кодекса нарушаете, не-не-не-не, ничего там, то есть они превышают меру, когда требуют, есть 5 мест, где запрещено, это закрытое заседание Думы, закрытое, до заседания Думы, дальше, внутри, в министерство, внутреннее дело, внутри там помещение где-то, и потом, хозяйство газовое, там что-то такое вот, и съемка кораблей, военная там где-то, больше ничего, везде остальное, не имеет права меня приказывать. Сейчас, сейчас подождите, еще несколько месяцев, и закроют эту лавочку. Ну, значит, Сергей, вот сказали, закроют, но я всегда говорил, мы воспользовались по полной программе, вот ты сейчас начни, называй, допустим, ну, тебе город Воронеж известен, и скажи, какие там предприятия есть, а я адекватные, параллельно найду в Барнауле, те, которые были, что не назови, да сапожной мастерской, я везде проповедовал, три радиопрограммы еженедельно, одначасовая онлайн, телевидение, прокуратура, ФСБ, и везде, 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 воинские части, все были охвачены мною, за мной приезжали, фрахтовать самолет, хотели, чтобы весь Алтайский край охватить, то есть больше, чем мне. Это, это какие вот годы были? Ну, какие годы, я могу сказать, даже определенно, а то нападение на нас было 98, да практически с 91 года. И по какой? Ну, вот пока, сколько я сейчас могу сказать, уже лет, наверное, 10 назад, все запретили везде. Запретили не везде, а в университетах, потому что здания, оказалось, принадлежат Москве, за Москвой числятся. Из-за меня губернатор ездил, ходатайствовал по своим делам, ректора, все отрезали всем. Это нельзя даже, самые злейшие враги против меня, в это время были попы. Они за мной гонялись, газеты писали, не слушайте его, он там такой-такой, а их никто не слушал. И вот, перечисляю, где тебе, дом моды, там, воинские части, это же не два, учебное заведение, технику, пять университетов. Это все было за мной, притом регулярно, еженедельно. Я выходил рано утром, и везде приходил, не с пустыми руками, самое-то главное. У нас канал был налажен, в то время трудно было с Библиями, и я приходил. Допустим, у них совещание прокуроров и помощников прокурора по Алтайскому краю. Это не два человека. Или, допустим, совещание краевой отдел милиции, УВД края, и у них там, ну, какие-то дела. И я выходил всегда с Библии. Совещания какие в городе, бывают где-то там, конгрессы, коллоквия, меня везде, везде приглашали губернаторы, губернаторы и мэры города. И везде выступал. И что интересно, если всем дают 10 минут, мне только 5. Везде одинаково, как договорились. Они знают, что я за 5 минут наложу больше. Союз писателей, которые там, ну, я отиду в городе, ну, ну, тут-то ты не мог проповедовать, я это проповедовал. В Москве иду, ну, вот собор Василия Блаженного закрыт был, я внутри его проповедовал при советской власти, внутри его. А метро, да в метро меня ловили. Кричали, вот он здесь, меня потеряли, из Караганды я ехал-то. И везде в Москве дежурили. И в метро попался. И там я начал проповедовать. То есть, места не найдешь. Вот и все. А вот нельзя было, советская власть, я при советской власти говорю. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Следователь, который вел у меня, Курят, Владимир Кузьмич, нет, не Курят тогда был у меня. Вот. И он принял крещение с троекратным погружением. Игнатий Тихич, ну это же не ваше, это огонь, который внутри вас горит. Да. Ну как человека, вот вы говорите о том, что идите там, говорите, проповедуйте, да. Ну как человека заставить это делать, если он смущается, если он скован, если в нем огня-то не горит, как ему идти-то? Ну я спрошу, скажите, вот собрались мулы, у них какое-то собрание, кто проповедовал в таком обществе? Или в мечети? Кто проповедовал? А мы не просто проповедовали, в Дагестане, Махачкала. И мы идем и видим, лестница поднимается, и лево комната для намаза. А у них библиотекарь не женщина, а мужчина оказался. И мы, когда уже все это, все снято, снято, мы говорим, а у вас там можно помолиться? А мы шли, там видно, замок висит. Он говорит, сейчас. Звонок. И мы знали, конечно, наблюдая за нами, мы разулись, как положено. Один снимает, а мы стали считать поклоны, три святоя, и помолились за эту страну. Склонились к последнему поклоне, как у нас принято, у нас, не у них. Великий пост. И поблагодарили Бога. Теперь, который нападает, скажите, у вас было это? Ну, они говорят, на пустоте, у них нет ничего, я не могу на них обижаться. И не потому, что я хороший или активный, просто, как вы, пророк Еремия сказал, внутри меня в костях огонь был разлитый. Я вот обратился к Богу, уже через час, весь караван кораблей узнал, что я сошел с ума. Я замечаю сегодня, буквально за, можно сказать, моя практика вот такая, у меня тоже много людей пишут, звонят, и люди, понимаете, с людьми происходит именно такое. Они говорят, со мной что-то такое происходит, что я уже не могу молчать. Ну, вот можно назвать это рождением свыше? Это плоды. Ну, это может еще и не рождение свыше, но близко к этому. Потому что для плоти это не свойственно. Как он говорит. Вот они сейчас образуют, и везде было, миссионерские отделы. Большего обмана нельзя сделать. А миссионерские отделы за пределами человеческих возможностей. Их нельзя создать. Сегодня туда стыкаются вот эти, Юдалеви, кто там, как его, Антон-то? Дулевич. Дулевич там. А то у нас тут писатель Юдалевич. Вот. Он самая злобная, самая коварная, хитрая, и мозги, как сплющенная доска. Он ничего не понимает. А как? Нигде Бог не создавал и отделы. Он посылал подвое. Подвое. Апостол 12, 6 групп. 70 избрал, 35 групп еще добавилось. Написано, и отправил подвое. Они не считают Библию. Это нельзя. Ну, а чем отличить благовестие? Благовестие, если ты веришь. Еще есть проповедь. Не надо путать. Проповедь хорошая была у Гитлера. Это один из лучших ораторов за 2000 лет был. Хороший, сильный оратор был Фидель Кастро, Керенский, Ленин. Ну, я знаю их, могу назвать. Это проповедь. Проталкивай свою идею где-то. Благовестие касается только даром, который Бог дает с неба. А миссия это поручение от Бога. Это труд Духа Святого, говорит Иоанн Златоуст. И поэтому он говорит, не деяние апостолов, а деяние Духа Святого. Вот изучи деяние апостолов, и ты можешь стать миссионером. А как? Тебе Бог покажет, нужно или не нужно говорить. Мы собрались в миссию, но Дух воспрепятствовал. Вот почему не написали, как он голосом слышал, или как. Там написано, в Виквиде куда-то воспрепятствовал. Третья попытка. И ночью явился муж македонянин, его видно по образу, что ты Югослав. Сказал, приди, помоги. И мы заключили. Бог посылает. Было у них такое или нет? Меняли ли они маршрут? Знали ли они, говорить или не говорить? Они не знают. Им Ату, вот этот, все, Юдалей, он кинулся. А вот они нету, там от них отказались. Тебе какое до нас дело? То он ничего не знает. У него ни опыта, ни опыта, ни чего. Глаза злобные такие. Меня, когда говорили с ними, и меня просили, ролик не выставляйте до времени, пока вот то, другое не кончится. А потом меня украли, его вообще нету нигде. Это что, годится? Украли. Дудин гонялся, 9 роликов, везде все ролики украл. На старте сон вышел в Германию, там взломали, все убрали. А у него хватка бандитская. Как патриарх Алексей Второй говорил, каких бандитов на принимали? А как? А вот ты не знаешь, кем говорить. Я стою в храме, и у меня вдруг побуждение. А как? Я не знаю. У меня все нормально, я не ел, на двор меня не тянет, я скажу все. И погода, как будто бы не соответствует, но у меня внутреннее побуждение. Я должен выйти из храма сейчас. Выйти из храма. Я не знаю, что он обрушится или что-то. Я выхожу и вижу незнакомые люди. И гляжу целый автобус. Я подошел, а кто вы будете? А мы из Испании. Мы тут ищем, какие знаменитые места нас привезли. А у меня, я купил для бабушек, молиться, квартиру. Никитина 147, квартира один. А храм 137. Через магазины, через два дома. И я их, страшно сказать, приглашаю к себе в дом. Конечно, с ними и переводчик. И далее будет... А как вы узнали? Повторяю, никак. Ну что это? Это Антон у них будет узнать? Да что он узнает-то? Он и не слухал. Ну что? Что получается? Есть проповедь от ума, а есть от духа? Вот от ума. Это миссия. Это миссионерство. А от ума бывает проповедь? От ума она везде идет. Вот я гляжу, Ткачев, Смирнов, это от ума. Это от ума все, да? От ума. От ума так. Серафим Саровский говорит, когда мне Бог покидал Дух Святой, тогда я говорил неправду. Вот это грань, которую он показал. И что он сказал? Смысл жизни в чем? Мотовилу Александру Николаевичу. Стижание Духа Святого. Вот это все в этом. В этом златоуст, в этом каноны, в этом все. Ты во всем должен прислушаться, что говорит Бог. Вот мы в конце занятия, вы видели, как дети поднимаем руки. Никто ни разу не напал на это. Никто. Все знают. То есть Бог удерживает. А на меня столько нападок, везде нападки. А на поднятие рук никто не против. Почему? Ну, в первую очередь, понимаете, мужи, руки без гнева и сомнения, Павел говорит. А во-вторых, жития святых переполнено этим. Молились еще распростершие руки в подобающем месте, лежа на земле. Вот так вот. Или молились, раскинув руки. Вот так. Это я могу... Ну, у меня симфония на житие составлена мною. Вот теперь... Вот вышли мы из храма. Мы уже уходим. Я вдруг останавливаюсь. А что? Пошли. Так, я не знаю еще. Давайте еще помолимся наружу. Что-то здесь Господь ждет. Я не знаю. Как-то в зону какую-то вступили. Это мы вместе. Я не могу назвать город какой. Может, Ставрополь. Ставрополь. Поворачиваю голову, смотрю, там машина стоит. Вот к этим людям я должен подойти. Я начинаю говорить, а они меня как будто ждали. И сразу же старший говорит, так, сбор денег сделайте, они едут. И меня, говорится, толкают в карман. Мы приехали в одно место. У нас хорошее отношение. И идем по... У нас сколько так? Пять человек. И с шофером мы пошли. И везде говорим. Сейчас у нас там-то будет встреча. Там на стадионе. Показали, где будет. И мы идем. Три часа. Три часа. И обещают людей. Мы думали, людей не вместить. Приходим. Один человек. Да как так? Понимаешь? Нигде не было столько желающих прийти. С такой радостью мы везде Евангелие раздавали в этом селе. Большое село. Ну, районный центр. И вдруг никого нет. И одна женщина пришла. А я слышала, про вас говорят, что вы баптисты, хотя под ширмой православия. Я говорю, что... А я ходила баптистам, мне так нравится, как они поют. Я пришла послушать. То есть, ни одного человека фактически не пришло. А которые были, да как же так? Да что, все нас обманывали. Да мы так... Я говорю, подождите, давайте помолимся. Вот теперь начинается уже размежевание между нами в машине. А как? Я не знаю волю Божьей. Почему вы решили, что должны собраться? Ну, да говорили. Ну, это говорили по-человечески. Но у Бога... Мы говорили, да будет воля твоя. Говорили? Говорили. Ну, мы поговорили. Я говорю, так, мы должны быстро уехать отсюда. Ну, меня услышали. За рулем сидит Игорь Глушков. Рядом его мама. Я уже буду называть там. И мы домой. Нигде не останавливаемся. Быстро-быстро домой. Зачем? Никому не сказали. Там еще люди есть, которые где-то могли быть. Все кончилось. А мы встретили человека, говорит, только что по радио, по местному выступил священник и сказал, приехали вот такие-то, такие-то, чтобы не ходили никто. То есть, поп зарубил. Но он не знает, этот поп, что он на помощь делает нам-то. Этот дворкин еще не знает, что он на меня работает. И вот нам поворачивают с трассы по Теряевку. Ну, Игорь, когда езжает, руль, поворачивай ты мимо. Так, подожди, Игорь. Остановись. А что случилось? Остановись. Ты видел, когда поворачивали, метров 50 от нашего поворота на трассе стоит автобус и много людей. Ну, да. Так, мы должны к ним пойти. У меня картина начинает открываться. Я это дело все не знаю. Я тебе рассказываю конкретные случаи из моей жизни. Что, у Дулевича это есть? Или, там, у Дудина? Он меня во сне не слышал. Мне скажут, да они не поверят этому просто. Так, я говорю, берите, что у нас есть. Евангелия остались. Подходите к этим людям. Сейчас мы начнем работать с ними. А у Бога так. Трасса, мщится машина, а у Бога занаряжена наша встреча не туда, где отходит там Кадниково, не там, где выходит на Буканку дорога, не туда, где Корчино отходит, а туда, где на Потеряевку. И колесо у него лопается тут на этом месте, где отворот. И люди все вышли, он говорит, выйдите, я тут буду подваживать машину, поднимать. Почему она не раньше сломалась? А если бы мы там остались, этой встречи не было бы. Это теперь я начинаю раскручивать обратно. Понятно? Я теперь сочленяю то, что мне не видно было, но я подчинился, я голос этот слышал, духовно, не физически, а из наших никто не слышал. Но у них хватило мужества, послушания, делать, как я сказал, быстро гони машину, гони, гони, гони. А что, не знаю, как будто кто-то ждет нас, где-то надо успеть помочь, в аварии попали или что-то. Я говорю им причину неопределенную, но очень близкую к той, какая есть, мне не открыто. А теперь мы с ними работаем. Если бы мы там задержались, он колесо надел бы, уехал, да не лопнуло бы. Если бы лопнуть, оно в другом месте, лопнуло там, где поворачивать, и мы затормозили. Если бы на полном ходу, мы бы промелькнули мимо, а тут он перетормозил и начал поворачивать. Вот один из случаев. Это миссия. То есть сердца людей, которые как они воспринимали, как слушали, у них готово там было. Я пришел на то место, где поле вспахано, не я пахал, мое бросить. Я вошел в чужой тручей, я по сей день не знаю. Кто-то работал. Мы показали свет православия. Вот это миссия. Это в дороге у нас было практически везде. У нас была миссионерская поездка, им ее не сделать. И когда у нас было тут совещание, в патриархийной епархии, в Барнауле, там священники, благочинные сидели и разговаривали. Какие пути искать к сближению. Я говорю, сближение в труде. Но работать по-духовному. А как? Я написал на бумаге. Одновременно мы выезжаем в Болтайском крае, Омская область, Кемерово, Красноярск, вот в этом регионе. У нас своя машина. Нас трое. Вы тоже можете взять трое или 30. Можете хоть сколько машин свободно. А где Евангелие взять? Мы вам дадим. У меня полторы тонны. У меня завезли сектанты. Вот это все пример. Понимаешь? Все это не выскажешь даже. Но тоже берите машину, готовьте сами себе обед. Все самостоятельно делаем. У нас все поврось. Но спать будем рядом где-то. Когда приезжаем в большое село, мы охватываем со всех сторон его и говорим в три часа дорогой. Когда будете к кому заходить, говорите. Говорите. Мы в патриархии. Мы никогда не говорим, что к русской зарубежной церкви никогда никому. Ну а дальше, когда люди соберутся, теперь мы единодушны. Кто желает что-то узнать, всех направлять в храмы московской патриархии. Годится? Ну они, конечно, заулыбались. Ну, конечно. Это вы работаете. Я говорю, работаете на патриархию. Для Христа. Ни одного человека мы не пригласали к себе. Мне Бог положил на сердце к себе не звать. А это 97-й год. Мы ни одного человека к себе не приглашали. Никогда. Так вы исчезнете. Исчезнем. Но мы оставим пример. А почему? Потому что люди, видя и слыша, о нас подумают, тут такие ангелы. Они увидят нас в карикатуру. Я не скрываю, говорю. И только поэтому, только поэтому. Другой причины нет. Мы никого не приглашаем. Сначала узнаем, домой сходим на работу. Десятки проверок сделаем ему. Где так делают? За 20 тысячи лет никто так не делал. Каждый, переходи к нам. Храм открытый. Приходи. Как говорил Сысоев Даниил, путешествие по храму сразу. У нас нигде и никогда. Притом всех направляем в храмы Московской Патриархии к архиереям и спросить благословения на постройку храма. Что я не так сделал-то? А нападают. Так вот, они нападают на меня. Все невинные, поэтому награда бесконечно велика. Если по делу, вот я там вор, там блудник, там пьяница, они ничего не могут сказать. Отец Геннадий говорит, вас спасает ваша безупречность. Отец Геннадий вас. То есть они сожрали бы меня. И вот я разговариваю. К вопросу о том, что сделал, что вы говорите, что я сделал, так вы всю исподнюю их оголяете. Вы их показываете, голые задницы. Но теперь я этим говорю, которые сидим тут, сидят благощины в епархии местной, Барнаульской. И вот такой путь. Согласны? Согласны. Но если у вас ничего нету, мы дадим опыт вам свой. Книги наши. Ну, бензин вы сами покупаете. Сколько хотите, берите. Выступайте, что говорите там. Дальше, когда приедем туда, при народе, выступаем по 15 минут, допустим. Каждый говорит, как он научен. Но направляем всех людей всегда, везде, в храмы Московской Патриархии, православной, Московской Патриархии, архиереем. Что я не так сделал? А это еретик, это псевдо, там, это Дудин, ду-ду-ду-ду. Вам им никогда это не сделать. Никогда. То есть я перед Богом не согрешил никак. А почему? Чем больше Господь готовит награду, тем больше незаконной нападки и проще будет. Обязательно. То есть не за что, а это уже труд. Я должен перенести и молиться за него. Я за всех молюсь. За всех. У меня не было ни одного дня, чтобы за Дудина, Сергея, священника, я не молился, который в Томской епархии, там, Сиверск, он где-то в городе. Он сказал, что с квартирой плохо. Если я выступлю, что-то не так, архиерей меня с ребятишками зимой выбросит на улицу. И с того дня я каждый день молюсь, и даже не знаю сейчас, Господи, дай ему жилье хорошее. Каждый день молюсь. Будет он молиться обо мне, когда мне негде будет жить? Мы разные. Мы настолько разные. И поэтому они на меня лают и нападают. Естественно, от меня другой запах. Они меня травят. А меня они не трогают нисколько. И выступает там, вот сейчас, одна епархия, другая, Тульская епархия, Новокузнецкая, Кемеровская, Новосибирская против меня. Там, это псевдоправославный, не слушайте, там, Дулевич. А он никто, совершенно никто. Их назвал всех щенками, Максим Степаненко. А я радуюсь. Да хватит, что они пробивают. Да они мимо бьют. Они говорят не обо мне. Я один раз даже берусь, о ком они говорят. То есть, настолько не похожи. Они бы, мои недостатки-то у меня, как у человека есть, они бы могли напасть. Вы говорите о них вчерашних. Они уже, возможно, изменили свою позицию. А до них сегодня нападают. Вчера только выставляли против. Только вчера. Выставляли, выставляли статьи-то, и прошлые. Ну, так прошло, они меня так и ставят. Вот, допустим, Новосибирская епархия, они против меня выставили, там, какого-то диакона подставили. Вот приезжала телевидение 24, они нашли ударство Евгения, Кемеровской епархии. Ко мне вообще никакого. И он стоит, такая вот у него, говорит, не лика личина. И он против. Да вот, и Лапкин учит лицемерию детей, лжи. Как? А убегали от Роспотребнадзора. Ну, а как он учил-то, ему говорят-то? Да где они его взяли? Да как он залез-то? Его костерят со всех сторон. А он, видно, жирная такая утка. Я думаю, я думаю, вот этот вот корреспондент, она, в принципе, полюбила вас. Я думаю, она пошутила таким образом. То есть, его, как каким-то свидетелем, шутом каким-то и выстрелила она. Он на живинку просто ни на что, на голый крючок клюнул. Сейчас поносят их там эти. Ну, что знает. У меня дело, конкретное дело. 45 лет бесплатно работал. Ни обслуга, ни рубля не получали. Но это что-то. Тысячи детей поднять. Ну, что-то это. У них-то ничего нет. Сравнивать-то не с чем. Максим-то, Костепаненко сказал, вы соберите лагерь хотя бы на одну неделю, вы поймете, какой это труд. На неделю. И ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одной гибели это что-то значит. Из года в год. По 18 лет некоторые приезжали уже со своими детьми. У них нет еще и поэтому что бы я с ними сражался. Я только знаю, без наказания они не останутся. Это определенно. Почему? Пока не было случая ни одного. Да. Это я подтверждаю, это точно. Бог отнимает у них в первую очередь разум. И они начинают бесноваться. В буквальном смысле. Начинают какие-то у них инсульты там. Они до моего возраста до половины даже не доросли. Они сотой доли не пережили, что я перенес. У них руки на месте, у меня все выкручены. Они на этапах не ходили, баланду не хлебали. Они не сидели столько здесь. Ну и что, на кого обижаться-то буду? Конечно, я молюсь о всех. У меня список этих гонителей главных, отступников. Я непрерывно приношу перед Богом просьбу, чтобы... Я каждый день молюсь за Германа Стерлигова, за Александра Невзорова. Вот у меня вышел Каталли Леонти, там ходит по горам, поет Симон, который везде. Я каждый день за него молюсь. А он даже не знает про это. Почему? Вот почему на ответ ответить? Мне к тебе делать нечего? У меня задача, чтобы в день не меньше семи раз быть на молитве. Три святые, сто поклонов. У меня задача стоит очень великая. И мне хочется побыть в тишине. Я каждый день молюсь за Франциско и Венедикто. И в Ватикане был, подарил им книги. Даже в одно это никому никогда не удавалось. Никогда. Приехать в Ватикан и свои книги подарить. Да книги-то какие? Их целовать только можно. Возьми, трехтомник погляди. Ну нет ничего у них. Совершенно ничего нет. Еще сравнивать. Как меня встречали в Португалии. И как Бог подготавливает Польшу. До нашего приезда года два назад был отец Геннадий Фаст. Он обязательно про нас рассказывал. И как мы доехали. И как это все было. Вот едем. Португальского языка не знаю. Может слышал мой рассказ. Как мы там попали-то. А за рулем сидит. Он ездил, как работают, называют их дальнобойщики. Николай Павлович Кручина. Я говорю, как мы будем? Хоть бы английский язык кто-то из них знал. Трасса. Заезжаем в Лиссабон. И вдруг он резко поворачивает вправо. А это улица отворачивает. Я говорю, а куда? Не знаю. Не знаешь, еще повернулся с трассы-то. Нам надо к полицейским подобраться, чтобы дали где-то. Сидят люди, какие-то пенсионеры. Тормози. А дальше будет так, что один из этих знает по-английски, да и прекрасно, медленно. И мы с ним сразу разговаривались. И он знает, где православный храм. А мы еще ничего не знаем. Ехать туда 20 евро, а у нас нет. У нас большие по 500. А 500 евро нигде не разменивать ничего, бояться быть обманутыми. Ни на заправке нигде не берут. А он говорит, а вот этот-то мужик по-английски говорит. Этот богатенький, у него деньги есть, говорит. Я его попрошу разменять. И сказали, он принес 500, но я деньги не дал ему. Сначала от него к себе перетащил 500, тогда ему отдал. Да кто они такие-то? Он говорит, у вас какая собака? Я говорю, кобель. Он говорит, у меня тоже кобель. У него машина стоит. Нужно 20 евро мне, чтобы туда довезти. И он довозит. Довозит. И мы только заходим. А у них в этот день престольный праздник. Выходит и подьякон. А вы кто будете? Я говорю, да мы из России. А кто? Я говорю, Игнатий Лапкин. Лапкин? Он сразу скорее в алтарь шмыгнул. И оттуда уже запивку несут мне просвору. Так, никуда. У нас тут обед будет. Так, сейчас вот только подойдут ко кресту и сейчас сразу говорите слово. То есть, Польшу для меня Бог приготовил два года назад. Это нельзя высказать. Ну, пусть они кто-нибудь такой случай расскажут. Чтобы 600 городов наделить. Я скажу, это 750 евро один экземпляр стоит. 600 умножь. Это куда у тебя потянет? За 35 миллионов. Дальше. Я начал говорить, а он в конце говорит, вот тарелка, так, люди приехали. Вы помните, этот Геннадий Пас был? Вот через него обратился. Ложите сюда деньги-то. Это надо видеть было все. А дальше книги тут вначале даже какие были взяты для продажи. Продавать. Подарили. Мы в Мадрид не можем заехать. Для Мадрида отдали. Это Бог делает. Вот эти, которые миссионеры, он и во сне этого не видел. Он в Ехаты зашел и обомлел. А мы только вокруг 30 тысяч Евангелия раздали, 30 тысяч квартир прошли пешком. Мы настолько разные. А вот это благовестие, вот это труд Духа Святого. Дух Святой повернул ему руки туда. Дух Святой посадил этих пенсионеров на пути. Дух Святой подвел как раз к престольному празднику. Мы ничего не знали. Ни телефонов, ничего нет. Привел без задержки. Вот что такое миссия. Патриархия отказалась. Патриархия, главное, отказалась в конце. Сегодня времена поменялись. Миссию можно исполнять достаточно хорошо в интернете. Все же можно и не отходя с места можно делать. Да. И причем намного продуктивнее. Я рассказываю события недавней древности, а очень близкой к нам. И когда Павел продолжил слово, это не богослужение продолжил, как у старобрядцев в 12 часов. А слово, как люди обращались, как приходили, как его где встречали, кто там брал пояс, чей, ага, пришел, того арестует. Вот это все у нас в дороге было. Все. Ну, смыслом-то явились как раз не цель проповеди, а именно книги. И у вас именно книги было желание развести по миру. А если бы не книги, поехали бы так. Не поехал. Я ехал с великими дарами. В Дании только взяли и сказали, эти книги сразу отправляем в Королевскую библиотеку. Нужно было в Шотландию попасть, в Великобританию, Ирландию. Я говорю, в мировой истории подобного путешествия не было. 120 тысяч километров. Во-первых, далее, с подарками никто не ехал, и встреч таких не было. Нас встречали и ждали. И при том, как ждали? А так как-то события там складывались. И мы помним, кто нам помогал и молимся за них. Все, никого нету. Мы в Швеции, в Дании прошли Швецию, никого нету. Машина сломалась. Как? И вдруг, я сейчас могу даже ошибиться, кажется, Виктор Николаевич Савченко пошел в туалет, что ли, и там мужчина идет, он говорит по-английски там, и говорит ему, а есть ли кто-то русский это? А тот по-английски отвечает, есть тут одни, есть. И им позвонил, и что интересно, старшая, кажется, Надежда, а дочь ее Людмила, а у меня Надежда, у батюшки жена Людмила. И они пришли со своими мужьями, и дальше, как был разговор, они, наши рубля, им ехать в Россию на кроны, а нам кроны нужны там рассчитываться, на кроны разменяли. А мы евро-то держим-то туда, где дальше ехать-то, платить как надо. И все получилось. Так дают совет, и мы заплатили очень много, ну, этим, которые на эвакуаторах, и соединились через вас с Испанией, и там Булкин, и тот дал запрос туда себе, из Калининграда-то, Кёнигсберга, и отсюда приехал за нами специальный эвакуатор, и все взяли на себя, они расходы. И человек одного выставил, который дождался, и пошел везде покупать недостающее счастье. Это от Бога. Впереди просто выслано было везде, но кто нам помогал, мы всех наградили полным комплектом. То есть, это не так состоит. Это Господь, Господь так делает, никто другой, конечно. Это невозможно состоит. Вы тогда сильно нам помогли, вот то, что понимаете, мы так вовремя. Так я, я же, получается, с вами ехал, эти ролики, ну, с опоздания на неделю, у меня же такие же точно переживания были, я же эти ролики все, каждый обгладывал там этот ролик и выставлял. Ну, а где я, когда был на месте, где я обратился, там я благодарил Бога. Видели? Да. Так сколько людей сейчас еще пишут. Мы, говорит, сегодня, говорит, видели ваш этот ролик, даже протестанты, вместе с вами плакали. Это у меня внутреннее чувство, я не мог говорить. Эта благодарность, она у меня буквально пышет со всех сторон. Я, уже никого нет, там какая-то стоматологическая компания, и я им подарил, и кто там есть, на том месте, который даже им подарил книги. А они полицию вызвали. А они полицию вызвали, а полиция нам помогла. Я говорю, нам она как раз и нужна, вызывайте. Думали, мы напали. Полиция что, проверила документы, при них мы книги подарили, до свидания. Приехали в тот дом баптиста, где я впервые Евангелие получил, хотя на дому это было, город Венсполс. Вот как все делает. Это миссия. Ее нельзя составить, нельзя научить этому, нельзя. Это ни в одном университете, в академии не преподают. Ну, видно, что сидит отец Дмитрий Смирнов, он говорит, а внизу надпись, самый наглый поп, подпись, кто им составил такой заголовок. Но люди-то, я крестил, а ничего не понимаю, да хоть деньги с них взять. Вот это проповедь. Игнатий, ну, я спать пошел. Так, ну и я пошел. Спаси Христос, что пришел. Если можешь, найди, где мы с Юлей Долбневой встречались, какие были беседы хорошие. Хотя бы эпизоды отдельно показать ей для тоски. Я найду, сделаю. Ну, вот вы-то умеете. Спаси Христос, что зашел. Я всегда жду вас. Все с Богом и на течении. С Богом. Да благословите, Господь, как она... Спаси Христос. Герой настоящее время это Козлов Сергей. Вот и лежа. Не надо быть без ног Моресевым.